У нас на студии появились новые колонки. Это Tone Audio Inspire 95. И это мои колоночки. Я их купил себе. Стоят они на данный момент 600 тысяч рублей. Может быть, в вашем будущем они уже подорожали, но сегодня это так. Разработали их два человека. Это Костя и Вадим. Они производятся в Калининграде, они трёхполосные, и они невероятные. Этот ролик будет полностью посвящён этим колонкам и разговору с Костей Орефьевым, основателем Tone Audio. Я буду два часа пытать его вопросами про разработку и текущее положение дел. И поделюсь своими впечатлениями от этих колонок. Если вам интересно узнать, как придумать с нуля акустическую систему для студий, а это именно что студийный контроль, как построить бизнес-модель на этом в России, и как запустить своё производство вам сюда. Ну и если вам интересно узнать о звуке или о Tone Audio в принципе, то вам тоже сюда. Заставка. Надо сразу сказать до начала разговора, что мы с Костей знакомы лет пять. И давно приятельствуем. А Tone Audio я знаю уже пару лет точно, потому что первый рендер колонок он мне кидал довольно давно. Мы с ним подолгу болтали и про студии, и про колонки. И я слушал и тестировал АПС эфир, которые у меня тут были, и к которым Константин имел некоторые отношения. И вообще мы на связи. Конечно, когда он рассказал мне, что делает супер-колонки в России, и что я обязательно должен их услышать, потому что они просто супер-пупер, я немножко напрягся. Костя явно горел ими, а если бы мне не понравилось, и мне бы ему пришлось об этом сказать, я боюсь, наши товарищеские отношения могли бы пошатнуться. Но, слава богу, колонки оказались довольно удачными. Безусловно, я теперь являюсь амбассадором бренда. Хвалю их публично и призываю как минимум их послушать. Но я бы делал этого и без знакомства с Костей, если бы даже не знал его. Если бы у нас даже не было никакого общения, просто послушав эти колонки, я бы крепко призадумался над их покупкой. И если вы будете в Самаре, то можете ко мне зайти и послушать эти 95-ки сами. А еще у нас есть 75-е, но в другой комнате. Но об этом маленько попозже. Так что и послушать, убедиться в их убедительности вы сможете у меня тут при возможности. Тем более, тут стоят нос к носу, как вы видите, ребята, с серьезными соперниками. Так что послушать их в тяжелейших условиях вы точно сможете. Ну, и убедиться, что я не обманываю. У нас было два разговора, потому что Костя приезжал ко мне сюда два раза. И в первый раз мы слушали 95-е в сравнении с нашими ATC. У нас тут еще были PMC 6.2 и Antilop Atlas. Второй раз Костя приезжал и настраивал уже мою пару, которую я заказал. Они немножко докрутили, и она стала звучать еще круче, хотя казалось, куда бы, да? И из этого мы нарезали увлекательный, на мой взгляд, разговор про студийные мониторы и про жизнь. Поехали смотреть. Чтобы тебе было комфортно в первую очередь отговорить, потому что... А вопросы же такие вот от тебя из-за этого. Блин, я хотел начать, ну, чтобы прям это... Да, то есть подковырнул из-за этого сейчас очень... Я очень расплывчато отвечаю, потому что есть определенные сложности. Мы действительно столкнулись с тем, что люди говорят «хочу». Да, вот я поэтому и спрашиваю. Потому что я прекрасно понимаю, что сделать, там, типа, окей, построить колонку и собрать, это еще не продукт, не экологическая система, ничего. То есть я прекрасно понимаю, что без сложности не бывает. Не бывает такого, что ты вот начал чем-то заниматься, и у тебя сразу стало получаться на 10 из 10, и ни одного этого. Понятно, что... Ну, то есть понятно, что... Мне понятно, почему звукорежиссеры спрашивают постоянно, типа, там, а это, значит, там, один пишет, другой пишет, спрашивает, типа, Саня, ты послушал, а что ты думаешь? А можно ли... А как взять в демо пару? А может быть, там, где-то можно приехать, послушать и так далее? Я все это понимаю, и я понимаю, что, ну, у вас, к сожалению, у тебя конкретно две руки, две ноги, время в скулках ограничено, и быстро разрастись нельзя, и построить это дело быстро нельзя. Понятно, что сложностей их не может не быть. Понятно, что еще это не все сложности, с которыми вы столкнетесь. Но просто такой интерес вызывают колонки, что уже понятно, что что-то, ну, случилось. Не просто вышли очередные колонки. Вот у Адамов вышла очередная серия. Ну, всем плевать, давай так говорить. Вот у вас, ну, я не знаю, как там, может, кто-то там в Германии с ума-то сошел от них, но у нас всем было плюс-минус насрать. А у вас колонки вышли, появились, и все сразу во всех чатах, во всех обсуждениях, во всех там личной переписке, не в личной переписке, все там что-то спрашивают, а ты слушаешь, а ты что думаешь? А это вот, ой, да это понравилось, ой, это не понравилось. И где-то движ начался. И я понимаю, что любая гибкая компания, любой нормальный, нормальный, нормальный человек изменяет свои планы и подстраивается под ситуацию. Поэтому я бы не хотел, чтобы ты воспринимал мои вопросы как нападки, что типа, вот, вы не справляетесь. Да-да, я понимаю. Дело вообще не в этом. Ну, я прекрасно осознаю, что это непросто. То есть я думаю, что через два года мы с тобой встретимся, поболтаем, у тебя будет вообще другое впечатление, другой разговор, он будет иначе строиться, и все будет вообще по-другому. Ребята, предыдущее включение у нас было снято аж еще полгода назад, за полгода много чего изменилось. Кость, скажи, пожалуйста, что у вас изменилось по поводу количества, по поводу того, сколько вы уже продали пар, по поводу логистики, по поводу того-сего? Что за полгода успело измениться? Привет, Саш. Спасибо. Интересный вопрос. Поменялось достаточно много. Поменялось достаточно много, вырос спрос. И на данный момент мы покрываем те заказы, которые у нас образовались. На некоторые модели вот-вот у нас будет сток. По логистике все в порядке, были нюансы, но сейчас все решается. Мы запустили новую модель. Мы еще болтаем. Кстати говоря, ребята, мы еще, получается, болтаем про новую модель Tone Audio, которую, ну, не знаю, вы ее планировали, когда мы полгода назад с тобой встречались, вы ее только планировали, а сейчас она уже, получается, есть. Да, все верно. На данный момент отгружено несколько пар, они находятся в логистике, и сейчас достаточно большое количество находится в производстве. Скажи, пожалуйста, а сколько вообще пар вы успели произвести за вот эти полгода, которые... Ну, за последние полгода, ввиду определенных вопросов, которые всегда на производстве появляются, которые приходится решать, около 20. Спрос выше, но сейчас мы отгрузили около 20. Но, как я и сказал, вот мы встречаемся в тот момент, когда у нас очень большое количество сейчас находится в производстве, и в ближайшие, наверное, недели полторы, ну, может быть, две, у нас будет прям такой хороший сток, который можно будет сразу переместить в Москву, допустим. То есть у вас будет сток. А сколько будет пар в стоке? Ну, сейчас на момент в производстве около 20 пар. А вот за последние полгода что-нибудь изменилось? Где можно еще, если что, вдруг послушать? За последние полгода у нас появилось несколько пар в Москве. Это 75-ки. Сейчас одна пара едет в Севастополь, одна пара поедет в Швейцарию. Ну, да, кстати говоря. Ребята, я вам как-нибудь потом расскажу про эту удивительную историю о том, как в Женеву поедут пары. Да. В Москве сейчас ожидают демо. Это будет также пара размещена во второй комнате у Саши Фэйда на одноименной студии Фэйдаут. 75-ка теперь есть у тебя в соседнем помещении. Саша Струч стал счастливым обладателем. А потом мы тоже поболтаем. Вот. 95-е теперь в твоем расположении. Кстати говоря, если вам вдруг очень интересно, вы можете просто прийти ко мне в Самаре, послушать. 95-е, они здесь стоят вместе с ATC, ну, как вы знаете, и, возможно, еще вы придете, какие-нибудь колонки будут точно стоять. Так что посравнивать будь с чем, послушать. Я думаю, что можно в любое время. У нас тут получается такой шоу-рум тонов в том числе. То есть у нас есть и 75-е, и 95-е. Так что мы тут упакованные ребята. Да, Саша, я тоже, думаю, предоставит без проблем послушать 75-ку. У Димы в Лазербой, в Туле сейчас очень хорошую комнату они подготовили, прям контрольная, и записать можно. И там тоже стоят 95-ки, мы проводили там мероприятие открытое, прослушивание. Были еще какие-то запросы, но сейчас не помню. Ну, на самом деле лидирует всегда Москва, Санкт-Петербург и вот близлежащие города по спросу. Ну, вот, говорю, классно, что поедет в Швейцарию одна пара. Вот некий такой прорыв европейский. Экспансия. А вы что-то уже тратили на маркетинг или нет еще? Был какой-то вообще упор? Или пока что лишь с Рафан? Да, сейчас на данный момент, ввиду того, что мы новая компания, и мы сейчас сосредоточены именно на выстроении производства, мы его отладили. Но так как мы сотрудничаем с рядом подрядчиков, и наш опыт, и опыт наших друзей и коллег, кто занимается производством, говорит о том, что подрядчики всегда смещают сроки. Это всегда к этому нужно относиться нормально, не нервничать. Мы старались даже это учесть, не получилось. И спрос пока что все равно превышает предложение. Приемлемо. Гляди, как красота здесь. Инспайр, говорит. Три-вэй актив лаудспикер, говорит. Все. Эколог. Ну смотри, если мы сейчас начнем говорить с тобой о звуке, потому что о звуке я прям могу все рассказать, потому что они у меня стояли, наверное, месяц, да? Чуть меньше, что-то недели, наверное, две-три на меня стояли. Я их отправил в начале января краски к Вадиму, у него стоит пара. Да, они у Вадима сейчас. Вот. Я на них... То есть у нас было прослушивание, у них раз приехало дофига колонок, мы их сидели, слушали, и, блин, ну это правда, ты... Вы с Вадимом... Вы же вдвоем, да, получается? Вы вдвоем сделали очень классную акустичку-систему. К ней сложно... Ну, давай так, учитывая ее цену, к ней придираться не к чему. Там все сделано классно, начиная от внешнего вида, покраски, сборки и так далее, до того, как она звучит. То, что там user experience какой-то не такой, ну, как бы, мне кажется, многим это... Ну, звукорежиссеры привыкли к утилитарности. То есть, что это выполняет свою функцию, как это выглядит, неважно. Если бы вы пошли в мир, там, типа, бытовой аудио, high-end, туда-сюда, конечно, там, если бы сказали, типа, ой, у вас что-то там не шпон, у вас что-то нерояльный лак, конечно, не там это, ой, у вас там неудобные кнопочки, это было бы. Но звукорежиссерам обычно как бы плевать, по большому точку. Ну, как сказать. Как сказать. Мы уделяли очень много внимания деталям и дизайну в том числе. Ты сейчас говоришь очень правильные вещи, абсолютно верно. Мы подстраиваемся сейчас под рынок. Производство это очень непросто. Производство в России это по тайне непросто. Так, так говоря, они производятся в России. В Калининграде. В Калининграде. То есть у вас там сборка и корпусов, вы там их делаете, и электроника вся делается, собирается? Сейчас на данный момент не вся электроника собирается в Калининграде. Это так, да. Потому что мы часть используем свои электроники, которые уже разработали, часть еще используем не свои электроники, но у нас разработка ведется. Это вот как раз опять вопрос по окрытию рынка, что планы были одни, но, как ты сейчас и сказал, что звукорежиссеры, это все-таки про звук. Это то, что вы получаете сейчас, а не про то, как можно там в реальном времени что-то подстроить. Имеется в виду какую-то настройку в самой акустической системе. То есть это можно сделать и в оффлайне, и потом, главное, получить тот результат, который нужен. Да, все производится в Калининграде. То есть мы распил корпусов в Калининграде, сборка в Калининграде, покраска в Калининграде. Динамики, соответственно, в России, которые динамики делаются в России, нас не устраивают по техническим характеристикам, мы их покупаем из-за границы. Часть электроники тоже везется из-за границы. Компонентная база везется со всего мира. То есть для усилителей мощности наших, для блока питания нашего, для ЦАПа ЦП, это все покупается за границей. И у нас просто не производится такое. Ну да, я понимаю. Но при этом, если говорить от самого простого, допустим, силовой кабель, подключение к питанию... Корзетки. Да. Стоял вопрос, какие закупать. Можно закупить в Европе, можно китайского производства, можно закупить напрямую в Китае, можно закупить в России, реально российского производства. Мы сравнили стоимость. В России были кабели дороже, но незначительно. Мы выбрали решение купить их в России. Кабели отличные. Да, хорошие. Отличные, хорошие кабели, которые выполняют свою задачу. Надо поддерживать российского производителя, потому что так мы будем развиваться, и так любое производство будет становиться проще в России, чтобы мы друг друга поддерживаем. Так же и провода, которые коммутационные используются внутри. Это так же российский производитель. И материалы. Понятно, что МДФ производится в России. Краска. Кстати, это российский производитель. Лакокрасочный. Ну, российский производитель. Ну, то есть, мы стараемся, мы приверженцы качества, педантичности, но в то же время мы понимаем, что вот это можно, вот это не стоит. Потому что важен результат. Материалы наполнения демпфирующие. Производитель российский. Причем мы проводили специальные исследования. Мы, как я и говорю, более технически научная компания. И для нас важен результат, который измеряем им. Мы проводили исследования, подбирали материал, который должен быть демпфирующий. Помимо того, что он там определенным образом уложен, его там определенное количество. Заморочек было много, итераций было много. И в то же время мы проводили исследования на те свойства, которые нам нужны от этого материала. Мы использовали европейский материал, который используется сейчас очень много в каких студийных и просто акустических системах. И поролон был протестирован. Поролон. Да, но на самом деле его в акустических системах используют. Но у нас мы не используем. Использовали материалы разные, и американские, и европейские, и российские. Российский материал, который мы используем, его там 4 или 5 видов мы тестировали. И только один определенный давал нам тот результат, который нужен. Прикольно. Вы не представляете. Насколько прикольно. Да, насколько это все, это просто своими руками. Мы с Вадимом это все тестировали, измеряли, меняли. То есть вот эти нюансы высчитывали. Все, кстати, наконец-то мы переходим к звуку. Короче, смотри, я прям скажу кратенько. Я не знаю, может сказать, потом я там поболтаю о них поподробнее. Пока что, значит, есть всего, наверное, два комментария. У нас тут было много систем. Как раз вот когда вы приехали и привезли, и поставили, и мы посравнивали их с разными, и с подороже, и с подешевле, и со всеми на свете. Так как я к ETC очень привык, и мы строили эту студию, и выбирали положение в комнате, опираясь на то, как звучат ETC-шки, и мы... Вот все здесь, что есть, ребята, вот, ребята, что здесь есть, все подстроено под ETC, и поэтому они здесь звучат максимально здорово, и максимально они звучат. Ну, мы выжили, что могли вообще. Поэтому, конечно, когда сюда ставишь любую другую акустическую систему, тем более к новой, к непривычной, и привычной это нет, конечно, они будут всегда проигрывать. И пока что вот все, что мы сюда ставили, с ETC, на место ETC, рядом, не рядом, как угодно, пока что нам, ну, лично мне, на мой вкус, мне нравилось меньше. Но тон-аудио были лучше всех остальных и максимально близко к тому, как звучат ETC-шки. Напомню, ETC-шки в два раза дороже. Тон-аудио, ну, типа, вот если мы, например, шкалу, ну, типа, они там отстают на 5%. Остальные отстают на 15, 20, 40. Даже если это стоит миллион рублей, ребята. Даже если это стоит... То это все равно, ну, это сильно, на мой вкус, проигрывает. Ну, это не так. То есть я... Ну, если у меня есть какое-то представление о том, как оно должно звучать, я слушаю, звучит не так. Безусловно, это мой опыт, мое мнение. И я не могу его, как бы... То есть есть люди, которым нравится одно, другое, пятое-десятое, кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Но вот на мой вкус, я думаю, что Антоха, второй совладелец этой студии, со мной солидарен, пока что никакой другой системы, которая здесь была бы настолько же близкая, по звуку не подбиралась к ETC-шкам, в том смысле, что вот они не дотягивали до идеала. То есть все остальные были хуже. По сумме факторов, мне все-таки наши ETC-шки нравятся чуть больше. Я думаю, что это, конечно, из-за привычки раз, потому что я на них уже родные штаны, я уже на них работаю год, я уже знаю их довольно неплохо. Но какие-то частности, допустим, низ, мне больше понравился. То есть у нас ETC-шки еще работают вместе с сабом, потому что не забывайте. Тон-аудио были без саба, они работали самостоятельно. Мне низ понравился больше на тон-аудио, мне он показался гораздо более... Ну, не гораздо, но он показался мне более подробным, более понятным, более читаемым. Я лучше слышал эквализацию, мне было комфортнее работать с балансами и так далее. Мне больше... Мне нравится то, что они... Короче, вот сейчас будет, давай, такой момент, потому что на нем мы с тобой прям зарубились довольно крепко. Значит, я сказал тебе за кружечкой чая в баре, я, значит, тебе говорю, я слышу преобразование ADDA. Да. Ты говоришь мне, типа, Саня, вообще, ну, как бы, если стоит классный ADDA-конвертер, его не слыхать. Давай слепой тест. Я не знаю, достаточно ли убедительно, убедил ли я тебя, что я слышу разницу ADDA-конвертации, но я как бы... Ну, у меня есть, ребята, на канале ролик, он, наверное, уже вышел про... Эти самые про... Вышел ролик про мастеринговые конвертеры, будет здесь какая-то подсказка, найдете, ткнете. Если другому интересно, там я как бы и показываю, что я эту разницу слышу. И вот эта вот разница, она всегда есть, и на всех акустических системах с DSP я вот... Вот есть вот этот вот цифр... Ну, вот я не знаю, как это правильно назвать, но вот его называют, типа, цифрение. Я... Ну, это воспринимается так, что, типа, вот есть... Что ты смотришь из окошка, видишь облака и луга и так далее, а вот ты смотришь на крутой 4K-дисплей, и вот ты смотришь на, значит, вот на... Все то же самое, но сквозь него. И вот это вот цифрение, вот это вот оно есть, которое есть из-за ADDA-конвертации, которое я слышу, оно накладывает свой легкий отпечаток. Это... Отпечатка это бывает очень разным. То есть если мы берем какие-то колоночки подешевле или похуже, там этот прямо... То есть там прямо все рассыпается на... Саша, извини, я тебя перебью. Давай. А слышишь ли ты это, когда тебе нужно вывести на твой цепочку обработки? Да, конечно. То есть ты понимаешь, что сейчас ты выводишь для того, чтобы тебе, допустим, внешний эквалайзер или компрессор задействует, ты понимаешь, идешь сознательно на то, что ты сейчас прогонишь эту ADDA-конвертацию, и она внесет какие-то изменения, помимо того, что... Помимо того, что... Я там, да, получу какие-то ручки, да, естественно, я это понимаю. Ну, у нас вот Amari, пока я еще с ней поработал немного, я там, мне кажется, всего 2-3 миксы на ней сделал, но я отчетливо знаю, что даже если все будут ручки в байпасе, и все будет в нулях, я просто вышел, вошел из Antelope Orion, все станет немножко чуть мягче по верху, чуть-чуть подраздуть себя по нижней середине, и все маленько разъедется в плане стерео. То есть оно станет чуть пошире. Вот такое у меня ощущение есть. Но то, что вот эта вот цифровизация есть, оно в какой-то музыке все испортит, и я не буду этого использовать, а в какой-то музыке добавят, это будет клево. То есть я сейчас не говорю, что типа это вот, это хуже, это просто по-другому. И вот этот вот общий почерк вот этого вот стекла, даже, наверное, не экран, наверное, давай, экран, это просто как будто бы есть какое-то ухудшение. Дело не в экране, дело в том, что как будто вот нет стекла, и есть стекло. Типа вот как будто ты, вот, то есть ты смотришь сквозь стекло, или ты смотришь без стекла. Стекло, то есть оно очень чистое, классное, и в целом оно тебе для работы не мешает. Но оно есть, и ты его ощущаешь. Ну тут интересно. Я тебя понимаю, но тут интересно. Ну то есть объяснить это нормальными словами, ну то есть я не знаю, как это, то есть вот сейчас любой человек с инженерным образованием меня сейчас слушает и думает, какую-то он несет. Полную херню. Нет, нет, почему? Это всё закономерно. Объясни словами, я не понимаю, как это звучит. Смотри, вопрос-то только в чём? Что ты прав. Чем меньше конвертаций, тем лучше. Это основное. Но получается, что все инженеры, которые пользуются аутбордом, они все делают прогон. А более того, даже ещё и не по разу. Да, да, конечно. Бывает по разу. И каждый раз получается, что идёт та же самая переконвертация, которая и в студийных мониторах. Но в студийных мониторах можно подключить по iOS, и он у нас есть. И тогда ты, получается, не делаешь ещё одну переконвертацию. Ну а что у вас по... Я могу спросить про ЦАПы? Ты сможешь рассказать что-то? Ну вот смотри, у меня сейчас стоит Амари. Ну она классная. Ну за след того, что... Давай так, мне нравится, как она звучит. Она классная, довольно высокая у неё стоимость, она высокого класса. Какого класса стоит у вас там? Ты можешь мне не называть там конкретно? Мы используем АЦП и ЦАП компании AKM. Это Velvet Sound направление их. Это один из топовых сегментов. Они это называют high-end. Всё хорошо. Вопрос нет. Как конкретные модели, я не думаю, что есть смысл называть. Когда мы откроем технические характеристики полные, то, в принципе, там всё будет понятно. Но, допустим, если брать Orion Studio, то, если я не ошибаюсь, там тоже стоят конвертеры AKM. А если брать, допустим, Амари, то там стоят Cirrus Logic. Но сами чипы, сами чипы по звуку навряд ли отличаются. А вот реализация их... Обвязка, реализация. Чем больше я общаюсь с топовыми звукорежиссёрами, тем больше склоняюсь к тому, что нам с Вадимом нужно провести больше испытаний в этом направлении. Потому что... Ну, тут, видишь, тут палка о двух концах. То есть я уже тоже тебе говорил, и вот сейчас скажу, повторюсь. Мы имеем оригинальную запись. Мы делаем АДА-конвертацию, и даём это не тебе, а другому звукорежиссёру, и говорим, где здесь из них оригинал. Он сможет ответить? Ну, не знаю. Нет, а нет, не сравнить, подписать... А, оригинал где? А, где оригинал? Да, не подписать, что вот это оригинал, вот это это, сделать слепой тест. Нет, я думаю... Сделать слепой тест. Даже я этого не услышал. Вот, и вот тут... С одной стороны... Отличить их между собой я могу. Да. Сказать, какой лучше-хуже, ну, типа, вот мне нравится больше этот, он пошире. А он оказался, что... Если это совсем плохая АДА-конвертация, да, это ужасно, это брак, так не должно быть. Понятно. А если это какая-то разница есть, но отличить, где оригинал, где нет, ну, вот тут палка-дука. Да, ты прав, чем меньше конвертации, тем лучше, безусловно. Ну, для этого есть в студийных мониторах IIS. Очень было бы интересно попробовать, ну, это, конечно, очень интересный такой опыт, ну, его непросто реализовать, но, конечно, вот ты говоришь, что ты слышишь вот эту... Ну, да, изменение. Это цифровое. Вот было бы хорошо на одинаковых акустических системах сделать аналоговый кроссовер и сделать его через DSP и сравнить. Единственное, опять же, вот мы, возвращаясь к DSP, DSP дает возможность настроить кроссовер более точно. DSP позволяет... Вот когда мы выбирали частоту кроссирования между Мидвуфером и Твиттером, она изначально у нас должна была быть 3,5 кГц. И по нашим расчетам, по всему, мы были вот прям уверены, что так. Но, конечно же, чем преимущество DSP, что ты можешь провести испытания. На тот момент для того, чтобы принять решение сделать 3,800, 3,700, 3,500, 3,300, 3,3 ровно, 3,200, я провел более 100 измерений, даже, наверное, около 120. То есть я взял и отвел себе целый день, закрылся, выключил все, и моя задача была сделать так, чтобы понять, какую частоту выбрать. В пассиве я не представляю, как сделать. Вот у меня было 3, 3,150, 3,300, 3,500. И я вот каждую итерацию... Мне нужно было сделать несколько замеров по горизонтали. Я менял каждые 5 градусов, каждые 10 градусов по вертикали. То есть я делал большое-большое количество замеров и смотрел, где диаграмма направленности будет лучше. Как лучше всего, где будет меньше всего проблем, при какой частоте кроссирования. И теперь эта частота 3,300. И не представляю, как можно в пассивной системе менять вот так вот быстрые кроссоверы, чтобы провести вот так измерения. Быстро никак. Ну, в смысле, тебе нужна огромная разработка. Штат людей, кучу народу, кучу плат сделать быстросъемных и вот менять их вот так. В смысле, ну, это очень сложно в смысле того, что, да, понятно. Да, вот, в принципе, ответ, почему ДСП. Потому что это возможности для инженера просто колоссальные. Да, нет, я считаю, что... Ну, теперь-то... Значит, раньше у меня было другое мнение. Мне казалось, что чем меньше эквализация, все это всего, чем нейтральный звук, тем лучше. Но когда ты поработаешь на системе, которую ты сравнял, в точке прослушивания, в любом случае, все комнаты на нас эти не идеальны. Даже большие комнаты с хорошими параметрами времени реверберации все равно имеют какие-то свои физические ограничения. То есть это в любом случае. И поэтому, конечно, когда мы сидим, сводим, и после того, как мы... Мы даже, ребята, я вам открою большую тайну, мы эти сишки выровняли. У нас теперь висит эквалайзер на эти сишках, которые абсолютно true-аналоговые, класс АБ, все своими делами. Вот, мы их выровняли, и стало реально лучше, реально понятнее, реально меньше проблем. Сейчас у нас выйдет, конечно, стол. Может быть, мы откажемся, а может, не откажемся, кто знает. Уже будем смотреть по факту, что получается. Потому что, короче, то, что можно выровнять... Вот мы когда настраивали тонны здесь, мне кажется, мы добились что-то там, типа, плюс-минус полтора, мне кажется, в итоге. То есть это было довольно-таки ровно. Ну, я считаю, что это просто очень-очень хороший результат. Ну, то есть, да, на пассивной системе такого добиться... Ну, наверное, может, где-то такой есть, но я такого никогда не встречал, не видел, и сложно себе представить, чтобы так было. Видишь, еще момент в том, что очень многие не погружаются достаточно глубоко, а амплитудно-четодная характеристика на оси, это очень важно. Прям вот один из важных показателей то, как мы воспринимаем акустическую систему. Но помимо этого, есть амплитудно-четодные характеристики вне оси, и есть система измерения, и их нужно использовать, если... Ну, понятно, что звукорежиссер, наверное, не должен это измерять. Вообще, я считаю, что производители должны давать такую информацию для того, чтобы пользователь сначала понимал, что это такое. Диаграмма направленности. Надо просто смотреть ее, и тогда будет понятно примерно, как мы будем воспринимать сигнал. Потому что наши уши, они не воспринимают сигнал из одной точки. Это не так. То есть мы... Система нашего восприятия уши-мозг. То есть мы как бы есть некая... Ну, объем какой-то, да. Да, да, есть некий объем. И, соответственно, вот как раз диаграмма направленности позволяет проанализировать то, предсказать примерно то, как будет восприниматься система нами. Ну, смотри, я прям это предвкушаю. Сейчас напишут в комментариях, типа, вот, всю жизнь люди сводили на НС-ках, которые кривые. Вот сейчас там сводят каких-нибудь... Окей, сводят на амфионах, которые неровные тоже. Вот они сводят на том, на этом. А вот вы тут выпреляете все в палку. Может быть, это, ну, типа, плохо. Может, это... Почему вы... Почему вот вы в компании решили, что делать абсолютно ровные очах... Ну, или там, условно, ровные очаха. Это благо, добро и супер. Почему не делать их кривыми? Ну, НС-10 используется для определенных задач. То есть там подчеркнута верхняя середина, и это сделано... Нет низа. Намеренно, да. Нет низа. Салфеткой первые итерации закрывали вверх. То есть там стояли определенные задачи у этой системы. И обязательно к НС-10 было что-то большое, массовое. И музыка, самое главное, была совсем другая. Ну, давайте, откровенно говоря, невозможно сейчас применять НС-10 так, как можно было применять их ранее. То есть на них, да, люди работают по привычке. Кто-то подключает сабвуфер. Но это система, которая была полезна тогда. В нашем случае сейчас мы считаем, что линейная амплитонно-частотная характеристика и максимально равномерная диаграмма направленности позволяет вносить минимальные искажения. То есть ты слышишь звук таким, какой он есть. Есть у звукорежиссеров, ну и вообще у людей, работающих с музыкой, такая фраза. Ты работаешь, исправляешь не проблемы композиции, а исправляешь проблемы комнаты. А комната вносит как раз вот эти искажения линейные. И ты зачастую правишь вот эти искажения. Тут то же самое. Ты в НС-10 знаешь, что вот такая галочка на верхней середине, и ты ее держишь всегда в голове и пользуешься ими как инструментом определенным. У нас же универсальная система. То есть мы не хотели бы идти на С-10, или мы не хотели бы быть там амфионами. У нас другие цели, другие задачи. То есть нейтральность, вот это самое важное. То есть ты слышишь то, как есть. Да, безусловно, комната вносит какие-то искажения, но для этого уже есть акустическое оформление. Вообще все студии, нормальная студия, хорошая, она всегда направлена на то, неважно, какую ты методику используешь. Построение студии очень большое количество методик. Они все направлены на то, чтобы акустическая система была в некой безэховости. То есть чтобы первичные отражения были на 20 дБ тише, чем прямой сигнал. То есть прилетает прямой сигнал акустических систем, и на 20 дБ тише прилетает уже отражение все. И потом идет, соответственно, затухание. Желательно, чтобы оно было равномерно. То есть это основная цель. И, конечно же, когда акустическая система нейтральная, вот, пожалуйста. Еще один, значит, комментарий из интернета сразу скажет тебе, типа, а нафига такие делать системы, такие комнаты, если потом все это будет слушаться, в бытовых колонках, в комнатах, которые имеют акустику. В машинах, у которых отражение не 20 дБ и не RT-60 там, какую я даже не знаю. Ну, то есть зачем сводить на таких системах, на очень сухих? Если это будет потом играться музыка, не на сухих системах. Очень хороший вопрос. Позволь, я прокомментирую. Мы говорим сейчас... Даже вопрос задам. Мы говорим про заводские характеристики, которых мы добиваемся? Или мы говорим про характеристики, которые уже здесь... Здесь уже в студиях звукозаписи. Это совсем другое. Дело в том, что есть такое мнение, и об этом даже есть научные работы. Это на английском room curve, то есть кривая комнаты. И у людей есть личные предпочтения. Мы-то делаем акустическую систему. Плюс-минус 1 дБ почти во всем существовом диапазоне. Но при этом очень много ребят любят чуть прикрытый верх и от сотки чуть там плюс... Мне кажется, что наоборот люди любят, чтобы от восьмерки, от девятки, наоборот, поднимался шелф и чтобы... Это от комнаты зависит и от твоих личных предпочтений. Тут вообще естественная среда для нас это прикрытый верх. То есть в любой комнате это прикрытый верх. Это естественная среда, то, как мы воспринимаем звук вообще в целом. И не кто-то, а многие любят чуть больше баса, ниже 100 Гц, небольшой подъем. И вот этот room curve, он позволяет как раз... DSP позволяет сделать настройку под себя. То есть DSP позволяет тебе, если вдруг тебе не нравится палку, ты можешь себе настроить, в принципе, любую АЧХ, который тебе... Я бы на самом деле даже так сказал. Мы даже рекомендуем не делать палку. То есть мы изначально даем плюс-минус 1 дБ. И от этих характеристик вы вправе потом настроить под себя то, как вам нужно. Но навряд ли вы будете настраивать плюс-минус 3 дБ. Навряд ли. Зачем? Это линейные искажения. Мы в основном частотном диапазоне от там условно от 100 до там 10 кГц, один из таких... Ну, наверное, это один из самых важных диапазонов восприятия и голоса, и речи. Он плюс-минус 1 дБ. А то, что ты чуть-чуть вверх и хочешь себе прибрать, и чуть низа тебе для панча или там для чего-то, то это, пожалуйста, настраивай. То есть мы не говорим, что должно быть в линию. В линию оно должно быть с завода, то есть чтобы вносить минимальные линейные искажения. А как вы уже себе настроите, работать вам? И, главное, результат. То есть это самое важное. Да, ну, колонки такие, что действительно результатом можно добиться. Скажи, пожалуйста, ты уже больше, наверное, двух недель пользуешься... Примерно. Примерно две недели пользуешься своими 95-ками. Скажи, пожалуйста, мы совсем недавно их предварительно настроили, но настраивали с помощью... Мывом микрофона, который, ну, короче, имеет в хапросике. Да. Ну, как бы мы примерно подстроили самые страшные-то вещи, которые здесь есть. Остальное, да. Короче, смотри, давай я сейчас поделюсь своими впечатлениями, потому что, если ты помнишь... Давай так, я распутаю весь клубок. Значит, вы ко мне приехали с Вадимом вместе в декабре. Мы их настроили, поставили, включили, и я, если вы помните, после получаса, может, минут 20 прослушивания к вам вернулся прям на стуле, и там типа сказал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Мне показалось там, типа, вот мне это кажется, это кажется, это кажется. Я прям видел, как вы меня слушали и мрачнели в этот момент, если честно. Потом пришел Антоха, просто пришел маленький аппажей, и я ему говорю, о, говорю, ничего тебе не говорю, сядь, ослушай, скажи. Он сел, минут 15 послушал, повернулся, и я прям просто помню этот момент, что он прям иногда такими же фразами, прям такими же этими оборотами прям вот объяснял вот то же, что и я, хотя мы с ним, естественно, ни о чем не договаривались. Это был типа, ага, значит, не мне это одному кажется. Есть какие-то вещи, которыми... Ну, потом, я могу сейчас, наверное, уже сказать по прошествии времени, что были какие-то вещи более объективные, а были какие-то вещи просто, к которым я здесь привык, и я их не услышал в этих мониторах. И так как у меня эталон один, я сравниваю, думаю, да, не эталон, ну, значит, наверное, значит, это, ну, так быть не должно. И какие-то вещи мне показались там более, какие-то менее. Вот, мы их тут активно слушали. Вы мне их оставили на месяцок, наверное, да, где-то они мне представили, может, чуть больше даже, месяц, не помню, ну, короче, что-то около того. Я что-то на них посводил, поделал, там, еще, если ты помнишь, что эти огромные голосовые, которые я тебе в хачи присылал, там, типа, а вот еще я поработал. Вот. И, собственно говоря, мне показались мониторы действительно очень классными, но там у них там был ряд возражений, которые я тебе транслировал. Потом, насколько я понимаю, вы что-то с ними поколдовали, получив обратную связь, вот, не только от нас, но вообще получив обратную связь. В общем, они нам сейчас приехали, мы их включили, и это было, типа, о, по-моему, не осталось претензий, о которых мы тогда озвучивали, по-моему, мне все нравится, кроме одной я припасу. Хорошо. А ты пока отвечай. Вы, работая на одной системе, очень к ней привыкли, и ввиду того, что вы не пользовались коррекцией, вы воспринимали весь звук таким образом, вот, привезя нашу систему, поставив ее настроев, мы, конечно же, сделали адаптивную коррекцию под вашу комнату. И в первое впечатление, мы понимали, почему они такие, потому что до этого, безусловно, мы к вам прислушивались, но до этого эту же систему слушали в Москве несколько других специалистов, и у них вопросов не было к этому. Но были вопросы к другим вещам. А сейчас же, сейчас же, мы привезли систему, когда вы уже начали пользоваться коррекцией, ваши сердца более открыты стали к бренду, кто на аудио, потому что, ну, я считаю, что... Не, мне кажется, ладно, не знаю, может, это и влияет, но мне кажется, я и до этого к тебе относился, ну, и к тебе, и к бренду относился здорово, и до, и после. Саша, влияет все, честно тебе скажу. Зависит от того, с кем ты пообщался, что тебе утром сказали, плохо, хорошо, настроение, пил кофе, не пил, послушал одну систему, послушал другую. Я считаю, что влияет на восприятие, на субъективное влияет все, но это первая часть, это первая часть, что, безусловно, вы просто понимая то, что все, вы заказали и купили эту систему, она к вам придет, вы по-другому к ней, ее восприняли, когда она приехала. Это первая часть, и она важная тоже. Но вторая часть, благодаря вам и коллегам из Москвы, после закрытого тестирования мы собирали обратную связь от наших ребят, которые участвовали в этом закрытом тестировании, и да, мы финально настраивали системы, опираясь на вас. Так что, да, изменения были. Они были относительно незначительные, но они были. Я на слух их слышу. Давай так, мы прямо их распаковали, поставили, включили, опа, ничего себе. Ну, то есть, правда, их слышно, я не придумываю, не потому, что я стал относиться к тебе гораздо, еще гораздо лучше, теперь, о, такие колонки классные. Ну, не, ну, может, конечно, и это, не знаю, ну, не знаю, мне, так, мне кажется, я уверен, что звук реально стал, и он изменился, и на мой вкус он стал лучше. На мой вкус, то есть, опять-таки, я еще раз скажу, мне, честно сказать, конечно, измерение, это классно, и если есть какие-то подтверждения еще, которые можно посмотреть на циферки, подумать и понять, это очень здорово. Но мне гораздо важнее, то есть, если бы я вот сейчас себе покупал новую акустическую систему, мне плевать, ну, какие там у нее измерения, я, ну, я, во-первых, поспрашиваю коллег, кто работал, кому что кажется, послушаю сам какую-то вот общую с виду, потому что иногда ты можешь быть слишком очарованным или слишком разочарованным, и можешь какие-то вещи упустить или какие-то вещи приукрасить, поэтому бывает иногда неплохо свериться с мнением людей, кому ты доверяешь. Конечно. И, ну, то есть, я вот, например, если мы говорим про покупку, если бы у меня было лишних, там, лям 200, знаете, они сейчас стоят, на дач-дач, я бы, ну, мне не важно какие-то измерения, я бы их, наверное, купил бы себе, но таких просто денег свободных нету. Вот. И мне, ну, мне, правда, разбираться, интересоваться, что там у них с кроссоверами, что там у них с искажениями, что там у них со степ-респонсом, да мне плевать. Ну, я послушал, я такой, да, они, по-моему, крутые. Ну, и все, да и все. И вот такая же история, в принципе, с Тон-Аудио, то есть, я их послушал, дал обратную связь, ну, теперь еще стало приятнее, потому что я послушал, дал обратную связь, они мне сейчас приехали, и такой, а они еще стали лучше. Клево. Ну, благодаря вам, благодаря вам, потому что вы послушали, и, как я уже и говорил, для нас субъективная оценка важна, если эта субъективная оценка бьется еще от специалиста к специалисту, получается вот такая финальная настройка, и это здорово, здорово, что тебе понравилось, и возвращаясь к тому, что ты говоришь, что надо слушать, да, конечно, надо слушать, из-за этого у нас демо-юниты, из-за этого мы сейчас очень плотно работаем над тем, чтобы в разных городах была возможность послушать Тон-Аудио, а также в Москве и ближайших городах можно взять себе демо-пару и потестировать в своих условиях. Безусловно, это дорогого стоит, но, опять же, мы всегда рекомендуем перед каким-либо тестированием проводить адаптивную настройку, адаптивную рум-коррекцию. То есть рум-коррекция, она подразумевает не только исправление каких-то акустических огрехов. Это очень важно, и это очень многие не осознают, что студийный монитор и адаптивная коррекция, рум-коррв ее еще называют, или индивидуальная коррекция, она позволяет сделать ваш инструмент еще более рабочим, что ли, для вас. Потому что, когда вы работаете и понимаете, что вы где-то по балансу промахиваетесь, вы же боретесь с комнатой и с акустической системой. Какая бы она нейтральная ни была, то она наверняка все равно в комнате меняет свои балансы, свою чиха, какая бы она ровно ни была. И вот здесь как раз-таки есть вот эта вот коррекция, что ты взял и прибавил на пол децибела чуть баса, и в миксе теперь тебе много, ты его всегда чуть опускаешь. Либо наоборот, убрал себе чуть на пол децибела баса, тебе не хватает в миксе, ты его раз чуть на мастере добавил, все, везде все переносится хорошо. То есть это инструмент. Это инструмент, и просто не надо к этому вот так относиться, а надо понять, изучить, как это работает и пользоваться. Ну, а по поводу нравится, не нравится, тоже очень надо быть аккуратным, потому что акустические системы сделать для прослушивания гораздо проще, чем студийный монитор. К студийным мониторам гораздо больше требований. Ну, я понимаю, да. То есть прям гораздо больше, потому что, когда мы разрабатывали, допустим, систему Inspire 75, у нас было 5 или 6 прототипов, то можно было на втором, на третьем уже остановиться, потому что при прослушивании было уже все идеально. Но нет, я-то знаю, как люди используют в студиях свои акустические системы, и мы с Вадимом как раз решали потом именно вот эти задачи. Ну, слушай, мне кажется, что главное отличие между работой на колонках, главная разница между акустической системой в студии и дома, для меня, как лично мне кажется, что дома мы слушаем музыку готовую, а в студии не готовую. И это дело не только в том, что она громче или тише, а дело в динамическом диапазоне в первую очередь. Когда у нас несветенные барабаны, у нас может быть всплеск, переход до смелов в 80. Когда мы слушаем готовые мастерённые треки уже дома, они редко, когда обладают большой динамикой. То есть это довольно динамически сожатые. И динамику приходится выполнять разную работу, совершать разную работу. Абсолютно. Она не просто отличается, она отличается на порядке. То есть на несколько нахулее она отличается, на много на нулее она отличается. Потому что сколько там? 60 дц в миллион раз. Ну, 60 дц в миллион раз. Видишь, опять же, акустические системы могут приукрашивать звук по поводу, допустим, искажений. То студийный монитор он должен быть как можно прозрачный. И нелейные, и интермоделяционные искажения, и линейные. А акустические системы для прослушивания где-то ты, наоборот, специально делаешь искажения больше, чтобы больше нравилось. И таким занимаются очень много компаний в хай-энде сейчас. Либо амплитонно-чистотную характеристику. Ты выстраиваешь ее таким образом. Разные покупатели. Ну, это же абсолютно... Ну, то есть, я же... Я покупаю себе колонку не для того, чтобы на ней фуск слушать. Ну, вот. Я же, что я говорю. Работа нужна. Студийный контроль. Вот. Так я про это и говорю, что студийный контроль, он очень требовательный. Очень требовательный. И есть очень много задач, которые у него... Ну, наверное, если мы говорим про какой-то хай-энд сегмент, где очень много богатых... Ну, блин, мне просто не хочется слово использовать. Разбалованных, но типа вот по-хорошему присыщенных людей, конечно, там нужно впечатлять, удивлять и давать. Ну, что-то. Поэтому, наверное, если мы говорим про какие-то там высокие грани хай-энда, там, наверное, все у ребят тоже, слава богу. Но да. Но в целом я понимаю, что есть своя специфика в том, чтобы разработать акустическую систему именно для студии. Потому что есть свои приколы, которые важны. Есть свои приколы, которые не важны. Ну, или не так важны. Ну, да. Ну, лучше совмещать. Лучше совмещать субъективное прослушивание с техническими данными, с наукой. И в науку я вкладываю... Конечно, это непросто. Но либо тут доверяешь, либо сам изучаешь. Это психоакустика. То, где заканчиваются вот эти технические характеристики. Потому что цифра ради цифр это плохое. Это уже туда маркетинг подключается. Мы не про это. То есть мы понимаем четко, что вот здесь хватит. Все, не надо. Не надо удорожать конструкцию, чтобы... Или там покупать более дорогостоящие динамики для того, чтобы показать вот здесь вот цифры лучше. Нет. И вот тут уже вступает именно субъективное прослушивание. И правильно, вот мы когда с тобой разговаривали за камерой, что выбор акустической системы это не только цифры. И это даже не всегда еще и прослушивание. То есть там очень много факторов. Ну, в том числе маркетинг. Ну, блин, много на самом деле. Много-много. Что влияет на... Потому что я вот помню, как я себе покупал разные кучистические системы. Я их покупал в разное время, опираясь на абсолютно разные... У меня было много их. Абсолютно на разные вещи я опирался. То есть я... Когда ты добираешься к кучистических систем уже какого-то такого приличного уровня, как сейчас, там уже ты как-то смотришь. Ты тратишь много денег, и тебя уже так просто не провести. Нет такого, что на тебя можно взять за нос, наобещать дофига всего, сказать, что, типа, посмотри, это же легендарный бренд PMC. Вкупай, дружище. Если ты говоришь о чем-нибудь. А ты слушаешь и думаешь, да, что-то, ребята, не хочется. Нет, мы, наверное, захопикаем. Не скажу, какой, ребята, бренд. Вот. Но... Да, ну, то есть ты... Ну, тогда я был не такой избирательный. То есть у тебя... Мне кажется, у меня просто внутреннего стержня. Я не до конца понимал, что мне нужно, что мне нравится, и что хорошо, что плохо. То есть когда ты еще молод, не сводишь много музыки и не работаешь много с артистами, ты, в принципе, не очень хорошо понимаешь, что тебе до конца нужно. Вот. Что? Поэтому ты просто, там, типа, опираешься на мнение других коллег, или, там, на маркетинг, или на то, что... Доверие бренду. По-разному бывает. Ну, бывает разное. И коллеги, бывает, ошибаются, и бренды тоже. Если вот есть хорошие бренды, очень хорошие, но у них тоже есть слабые модели, есть сильные модели. То есть надо... Ну, я всегда вот говорил о том, что звукорежиссер к артисту и к музыканту, тут я, наверное, не могу этого применить. А вот что касается звукорежиссера, то это и техническое тоже направление. И чуть-чуть изучить инструмент, на котором ты работаешь, что за что отвечает, или хотя бы проконсультироваться, посмотреть пару видео перед выбором, оно, конечно, стоит того. Мы вот сейчас с Вадимом как раз готовим техническую информацию и стараемся ее поднести более доступным языком, чтобы люди хотя бы понимали, что вот чем отличается бренд А от бренда Б, почему у этого так, а у этого так. А там уже слушаем и выбираем. Да, и смотри, я в конце хотел сказать о том, что типа это, про то, что типа все еще мне кажется, что все еще... Я вот в том разговоре, который у нас был полгода назад, говорил о том, что типа я вот слышу вот это вот цифрение, и я просто вот сейчас пересмотрел, что что-то сняли, может создаться впечатление, что я говорю о том, что это как будто бы плохо или что это мешает. Если честно, это просто, ну, это просто есть. Это не мешает. Мне ни хуже, ни лучше от этого. То есть это не влияет на мою работу, на то, что это, поэтому я бы не мог это сказать, что я слышу работу там типа вот еще одного дополнительного аденда преобразования, и это каким-то образом делает колонку хуже, или звук хуже, или там что угодно еще хуже. Это вообще не так. Вообще в этом претензии нету. Это просто есть. Ну и все. Есть, окей. Я скорее вот про то, что мне кажется, что немножко у них вот этого вот красивого 3D-эффекта, когда все висит в воздухе, вот этой вот глубины, высоты, вот когда у тебя звук есть левее, левой колонки, правее, правой, вот этого чуть-чуть, то есть вот если мы говорим о сравнении, этого просто немножко меньше, чем на других акустических системе, на которой я работаю. Это вот единственное, что осталось, и единственное, что вот для меня является, то есть там разница не очень большая, но она есть. То есть все просто не... Но, пожалуй, это все, что можно сейчас вот сказать, типа, а какие вот есть минусы у 95-х, я скажу. Ну вот, наверное, я бы хотел чуть поглубже, чтобы они были, чуть пошире, чтобы они были, чуть повыше, чтобы они были. Саш, позволь, я правду скажу. Давай. Они сейчас стоят очень узко. Да, да, я знаю. И все, это все. На этом вот это все. Мы сейчас поставим поширше. Смотри, если ты сейчас уберешь вторую акустическую систему на неделю, выставишь эти правильно в равносторонний треугольник, сядешь примерно на 15 сантиметров, на 20 ближе, чем равносторонний треугольник, и плотно на них поработаешь две недели, вопросы отпадут сами собой. Потом поставишь вторую колонку на их место, и послушаешь, и вопросы сами себе обстоят. Смотри, дело в том, что вот ты говоришь про техническую составляющую, что вот мне не совсем интересно. Я сейчас не говорю, что это плохо, хорошо, но есть правила, при которых акустическая система ведет себя так, как она должна, так, как она разрабатывается. Это равносторонний треугольник с собиранием за головой непосредственный треугольник, когда у тебя идет направление в уши. Да, у нас широкая диаграмма направленности у наших акустических систем, и можно сесть чуть ближе, там, на 30 сантиметров вперед, либо там, прямо в треугольник, но когда в данный момент они у тебя стоят 170 по твиттерам, а ты сидишь на двух метрах, ты нарушил равносторонний треугольник, все, у тебя весь микс теперь вот такой вот выгнутый. То есть он у тебя теперь весь форвард. И это физика. Так мы слышим, так мы воспринимаем звук. То есть я считаю, что все это связано с этим. И, ну, честно тебе сказать, ввиду того, что твоя, ваша пара, которую вы давно пользуетесь, она исполнена в горизонтальном исполнении, а наша пара сделана вертикальным, вы не можете, не отдав какой из-либо пар предпочтение их расставить. Потому что если вы ставите тун-аудио так, как они должны стоять, у вас тогда очень широко вторая пара. Так как тун-аудио... Мы с Вадимом понимаем, что тун-аудио приехали к вам относительно недавно, и у вас в приоритетах стоит ваша пара, на которой вы привыкли работать. Я вот тоже тебе говорил еще в прошлый раз. Если будет такая возможность, если ты доверишь вот свое внимание и свою работу тун-аудио, убери эти сишки на две недели. Вот просто убери их и поработай только на тун-аудио, и ты поймешь, что я пытаюсь сказать. Смотри, я, кстати, хотел об этом еще поболтать. Проблемка стоит в том, не в том, что я не хочу, или мне лень, или я не верю тебе, а дело в том, что вот сейчас мне все сложнее и сложнее делать какие-то съемки новых, обзоры новых вониторов, потому что, к сожалению, поток работы, когда увеличивается сильно, и когда ты работаешь на пределе, когда тебе нужно... Вот тебе звонит членный артист, которому ты не хотел бы отказывать, он тебе звонит и говорит, типа, Сань, можешь просто свести песню? Вчера еще надо было. Вчера, да. Вот. И ты ему сводишь, там, кое-как, думаешь, ну ладно, как-нибудь вклиню, типа, не спишь, или там нет у тебя выходных с Нового года уже. Вот. И ты как-то там вклиниешь это все дело в свой, как это это, потом говорит, о, клево, а можешь просто альбом мне тогда сделать. Ну, естественно, вчера. И вот когда ты в таком режиме, ты такой, типа, у тебя сначала там, ты сводишь там, типа, там, три песни в месяц, потом пять, потом десять, потом пятнадцать, ты уже близко к двадцати песен в месяц, и ты такой, боже мой, ого, ничего себе. И если ты вдруг можешь, и ты не можешь себе позволить просто убрать мониторы и привыкать какое-то время, вот там посидеть, ой, а вот я сейчас это, мне сейчас потрачу в два раза больше времени, понимая, что я, что эти колонки имеют в виду, когда они вот это вот играют, и мне нужно, значит, в колонках, а еще там нужно в десять наушниках, там наушниках, нужно сходить опить чай, отдохнуть и еще раз услышать. Я поэтому просто сейчас в таком напряжении некоторым нахожусь, что правда тяжеловато это сделать. То есть я не против, если появится разряженное время, я так бы сделал, пожалуй, но сейчас, к сожалению, прям какой-то дикий плотняк, и прям результаты месяц стояли, ждали, как я их послушаю. Не потому, что мне было неинтересно, мне капец как интересно, я обожаю слушать колонки новые, мне они приезжают постоянно, я с кайфом их слушаю, для меня это удовольствие огромное, это примерно как, не знаю, там, летом вахнуть холодненького пивка, вот они находятся на уровне удовольствия одинаково, послушать колонки новые и вот это. Я очень это люблю, но просто сейчас я понимаю, что да куда еще-то, это правда тяжеловато сделать. Поменяй местами. Если я их поменяю местами, я просто боюсь, очень уплывут эти фишки сильно. Ага, значит, то на аудио, ничего что уплывает. Вот, 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 Саш. У меня есть очка опоры, OTC, на которую я полагаюсь, делаю какие-то миксы, сдаю их, и я не переживаю, я могу не перепрыгнуть. мы не наступаем в зону твоей работы, без проблем. Но ты, надеюсь, меня услышал, что вы сейчас, что я не выгораживаю тон-аудио, на их месте может быть любая акустическая система, но сравнение, которое сейчас, оно не в пользу. там взял. Очень. Просто, ну, смотри, есть, давай так, есть топовые инженеры акустики, которые встраивают ATC в специальные фальш-стены, ты знаешь, это Нордфорс акустики. Да, конечно. Я тебе скидывал то, что он пишет насчет углов, руку под локоть откусит, если ты не выставишь правильно углы. То есть, ты что, он описывает все, что происходит с акустической системой, когда ты нарушаешь угол. У него все четко настроено. Как раз про ATC. Если хочешь, я тебе продублирую. Ну, честно тебе скажу, то, что он строит студии в основном на ATC-шках. Ну, по примеру, то, что я видел, вот эти все красивые с целянными стенами. Да-да. Вот эти обычно на микс вызовы в Астерстве там ребята. Вот в его студиях, которые им построены, там стоят типа там 300 ATC-шки. Очень красиво он строит на них. Ну, и там, конечно, все очень впечатляет. Я не слушал, конечно, но... Его любимый бренд это ATC. Но он понимает, что для того, чтобы в ATC был баз, то нужно обязательно брать их сабы. Они всегда обычно ставятся, потому что ATC без саба это, ну, не тот частотный диапазон, который сейчас требуется музыке. Но для этого есть вот их бас-расширители и сабвуферы. И он еще лестно отзывался о Key Audio, но только в полном стеке. То есть он прям говорил, что мне нравится Key Audio, но в полном стеке. В общем, возвращаясь к тому, то, что ты говоришь, это интересная информация, она важна, но она вот про то, что она не подтверждается в других студиях и другими специалистами по пространству. Ну, понятно, что там не сравнивают с, допустим, с ATC, а нам лестно, когда ты говоришь, что ты сравниваешь то на Audio с компанией, которой 50 лет, и даже если ты говоришь в ключе, что там что-то где-то не так, как в ATC, нам это очень приятно, потому что мы новая компания, совсем недавно появились. Но при этом я прокомментирую, что они не в удачном положении, и с точки зрения физики звука ты нарушил эти правила, и ждать от них той глубины нельзя по причине того, что у тебя весь микс выпуклый. У тебя они ближе, они... Ну, это... Оно реально, чтобы вот это получить глубину, высоту, чтобы вот это стерео получить, нужно соблюдать вот эти правила. Помимо акустического оформления и помимо того, что сами акустические системы должны быть очень хорошие. Но ты их нарушил, и о глубине говорить не приходится. Но про... Ладно, давай так, сейчас я, короче, Антохе звоню и скажу, давай поставим хотя бы на пару недель тонну как основную. Поменяйте местами. Попробуем так сделать. Поменяйте местами, сделайте то, то нам... Ну, и просто делая такие штуки, думаю, блин, это сколько я, получается, еще не досплю нахачей, потому что нужно будет побольше времени. Ну, так это не сейчас, ты попозже сделай. Для нас, для нас, как я тебе и говорил, что мы сейчас уже на том уровне, который говорит нам о том, что у нас все получилось. И вот такая обратная связь, она не то, что воспринимается нами скептически. Я очень с уважением к твоему мнению, с огромным уважением. Благодаря тебе мы такие, какие они есть. И это не только связано с настройкой. Мы в прошлый раз разговаривали, ты мне задал те вопросы, которые я себе не подсвечивал. И благодаря тебе у нас и в производстве, и в целом немного иначе тоже поменялось. И это вот потому что у нас с тобой хорошие отношения, и ты посмотрел, послушаешь, говоришь, хочешь, а вот это, а вот так, а что вот так вот. И спасибо тебе огромное. Так что и вот здесь тоже очень ценно. Очень ценная информация. Ну да, но здесь нужно наговориться. Тогда, еще раз, я не знаю, ты же не помнишь, выходил ли это в предыдущем кусочке или нет. Я просто сейчас оговорюсь, что да, я безусловно сравниваю с ATC-шками, потому что больше не с чем здесь особо сравнить. И все, все, что здесь было, оно заметно не дотягивалось на наш вкус до ATC, а то на аудио прям вот чуть-чуть не дотягиваются. Но нужно понимать, что ATC в два раза дороже, а вместе с SUB-ом в два спинатных раза дороже. И, конечно, мы когда думаем про SUB, хотелось бы все-таки, ну, это не оптимальный выбор, конечно, джинековский SUB классный, но он класса D. Это вообще немножко другое устройство, немножко из другого мира, и он вообще, ну, вообще он сделан для систем, типа там, Dolby Atmos 7, 4.2 и так далее. Это все немножко для другого сделано, и, конечно, если брать еще родной ATC-шный SUB, то это еще полмиллиона рублей. Получается, в три раза будет система дороже, тогда вот, ну, это будет сопоставимый, конечно, ты когда смотришь, думаешь, ну вот, в три раза за хорошего, у тебя есть Hyundai Solaris, есть Mercedes E-класса, ну, конечно, E-класс, наверное, будет как-то поувереннее, но вот ты говоришь, типа, ну, там отличаются чуть-чуть. Я понимаю, что это очень лестный отзыв, и я понимаю, опять-таки, я прекрасно понимаю, что за 600 тысяч рублей, покупая колонки, я такой думаю, окей, у меня, допустим, есть бюджет, есть какие-то вот мои идеальные представления о колонках, вот если мне сейчас нужно было то бы я себе купил. Я бы вот подумал, наверное, об ETC-шках, я бы подумал, наверное, про Dutch Dutch, и вот подумал, наверное, про тонны. Для меня вот они находятся где-то все примерно. Но что ETC, что Dutch Dutch стоят по 1,2 млн. И, ну, если бы у меня был безграничный бюджет, может быть, я остановился на них, но когда бывает безграничный бюджет при стройке студий? Я такого не припомню. Ну, видишь, ты остановился бы на них по причине того, что это бренды с определенной историей, и с нейлингом. Да, да. Ну, это бренды как с Mercedes. Да, да. У нас пока что на данный момент история только открывается и выстраивается. Наш бренд становится более известным. Ну, и добавлю тебе следующее. К 95-кам разрабатываются бас-расширители. И это будет MasterStack. Это не официальное название, это мое название. Это будет MasterStack, у которого будет на стороне по три, считая вуфер 95-к, по три 9,5-дюймовых вуфера. И когда этот MasterStack будет стоять рядом с моделью, вот которая у тебя стоит, за миллион двести, а наш MasterStack наверняка будет стоиться дешевле, чем миллион двести. Кстати, вы уже на каком... А мы можем, а ты мне сможешь поставить фотографию, что мы там ребятам бам, и показали клинику? Нет, пока нет. Мы как раз находимся на стадии прототипирования. На самом деле, имея 95-ю, с таким же динамиком, поставить в похожий корпус два динамика, тут там требуется дополнительный расчет, но, в принципе, мы на стадии, в ближайшее время должны уже, должны в ближайшее время уже ответить себе на вопросы, как это будет в финале выглядеть. И, ну, представь тогда вот такое сравнение, когда ты берешь Dutch & Dutch... А по чем они будут стоить, на ваш примерный взгляд? Ну, я сейчас не берусь на 100% ответить точно, но мы постараемся до 500 тысяч, чтобы бас расширители поместились. Два. Да, 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 пара, пара. Ну, я уточню, потому что частенько... Это будет точно доступнее миллиона двести. И тогда представить сложно. Бывает часто такое, что бас расширители стоят дороже, чем основная пара мониторов, глядим на Amphion. Мои глубоко любимые, уважаемые, обожаю Amphion, очень классные мониторы, но мониторы стоят, я свои купил за полмиллиона рублей и не самые крупные. А еще к ним бас расширители тогда стоили 700 тысяч. Сейчас не знаю, сколько они стоят. Даже не хочу знать. Нет, у нас будет однозначно либо так же, либо доступнее, чем основная пара. И я все подвожу к чему-то. Представь, поставь Dachin Dach, поставь ETC, который ты упомянул, и поставь 95-ки. Да, сложно сейчас представить, но это будет метр, получается, полтора метра высотой мастер-стек. Это абсолютно другой звук по области низких частот, по давлению, по количеству искажений. Он кардинально поменяется, это и обволакивание. Нет, то, как меняет саб-звук, просто ощущение, что как будто стало звуков в два раза больше. у тебя было ощущение, что у тебя был экранчик айфона, и тут у тебя бам, и на театр. Это огромная разница, она прям увеличивается сильно, хотя просто добавился низ. Но, опять же, такая цена обусловлена тем, что мы пришли на рынок, пришли недавно, и надо понимать то, что мы сейчас делаем такие цены специально. Ну, понятное дело. То есть конкуренция жесткая, европейских, американских брендов много, они очень сильные, у них очень сильные технические характеристики. И помимо того, что мы достигли технических характеристик, как у них, либо лучше, нам еще нужно и рассказать про наш бренд, и дать цену для России более интересную. И мы этим сейчас занимаемся. Короче, Костя меня убедил, чтобы мы поставили тонны на место ATC, настроили их под правильную расстановку, и я сел, свел и сдал тут несколько миксов на них. Ребята, все было принято клиентами без проблем, я сразу въехал, что нужно делать, но так как мы чуть больше привыкли к ATC, и давно на них сидим, то, конечно, мы потом вернули колонки обратно вот в это вот расположение, и все-таки чаще работа идет на ATC-шках, но тонны на 97% показывают то же самое, что и ATC, просто немножко по-своему. Мне кажется, что это крайне достойный результат за колонки, которые вдвоем дешевле, даже больше, чем вдвоем дешевле. Мы с тобой довольно много общаемся вообще глобально, помимо тон-аудио, мониторов, вообще, в принципе, мы с тобой уже успели поработать вместе, в общем, и так или иначе, мы с тобой взаимодействуем много, и я вижу, что вы транслируете очень много в публичное поле, что тон-аудио это компания, которая основана на том, что вы, типа, делаете измерения, что, типа, измерения, замеры, значит, лабораторные исследования, это самое важное, ну, может, не самое важное, но, типа, это очень важно, и вы от этого строите вообще весь, все свои взгляды вы от этого строите. Скажи, пожалуйста, есть ли сейчас измерения, которые можно посмотреть у тон-аудио, если можно посмотреть, то где это можно сделать, может быть, можно скачать, а может быть, мы с тобой сделаем измерения у меня здесь в комнате, и, типа, выложим их, чтобы если, ну, вообще, нужно ли это, как ты думаешь, и что ты по этому по поводу думаешь? Позволь, я на несколько частей разобью вопрос. Да, мы действительно, компания с научной, технологическим подходом, мы используем одни из самых передовых технологий, и на наш взгляд любая акустическая система это, в первую очередь, расчеты, это, в первую очередь, прототипирование и измерение. На основе них мы создаем инструмент, студийные мониторы это инструмент для работы, и здесь просто, возможно, мы много вкладываем в маркетинг, именно делая упор на это, но, в принципе, этим обладает любая компания, которая создает акустическую систему, то есть, научно-технический подход. У нас просто позиционирование такое на рынке, что это объективные характеристики, а это субъективные характеристики. Они, безусловно, должны пересекаться, но основной упор мы делаем на объективные характеристики, потому что мой опыт взаимодействия со звукорежиссерами, с музыкантами, с артистами говорит о том, что одна и та же модель может кардинально нравиться разным людям. То есть, один специалист говорит, что это инструмент для работы, а другой специалист говорит, что не подходит это для работы. Но в то же время технические характеристики у этой системы находятся на том уровне, когда это и является инструментом. Это вот что касается научно-технического подхода. Сейчас я еще добавлю про научно-технический подход, потому что мы с тобой время от времени батлимся, потому что мне как звукорежиссеру в целом, понятно, что я на это смотрю, я примерно понимаю, сколько должно быть искажений в хорошей колонке, что должно быть как, было бы неплохо, какую иметь фазу, какую иметь АЧХ в колонке и так далее, или там импульс, но в целом мне, честно сказать, на это как бы плевать в том смысле, что если я на колонке работаю и у меня все получается, и она звучит для этого здорово, да мне вообще похеру какие-то там измерения у нее, извините, как-то там у нее, что с ней происходит, и поэтому мы когда с тобой начинаем говорить о каких-то вещах, которые я тебе пытаюсь объяснить, что вот мне там в колонке нравится, я там не знаю, высота, вот мы сейчас с тобой разговаривали про там глубину, про глубину звучания, про звук левее левой колонки или правее правой колонки, про звук выше колонок и так далее, то есть какие-то такие вещи, которые ты очень здорово слышишь на одних акустических системах и довольно плохо слышишь на других, которые мне помогают работать лучше свою работу, и мне в целом не важно это вот какие там у нее технические, ну, не так важно для меня, я вот так скажу, но вы делаете упор именно вот на это, не думаете ли вы, да, в том числе, ну, не знаю, у меня сейчас ощущение, что типа вот это типа является как бы основным стержнем, на котором нанизана вся идеология. Саш, видишь, разница между людьми, которые погружены на 100% и звукорежиссерами, которые являются потребителями, да, потребителями, в том, что мы стараемся всю вот эту обратную связь перевести на технический язык, и очень большая сложность сейчас в том, чтобы помимо того, что уметь интерпретировать эти графики, которые мы видим, и вы тоже их видите и интерпретируете, мы изучаем то, где заканчивается влияние этих цифр на восприятие, и когда мы говорим про научно-технический подход, это не значит, что мы только за одни цифры, нет, для нас важно, что вот эта цифра, которая здесь еще влияет на восприятие, а вот здесь уже не влияет, и мы именно соединяем, вот это наша, именно в это мы вкладываем субъективность, объективное это измерение, да, 0,1% это больше, чем 0,01%, понятно, но влияет ли это на восприятие, не влияет, для нас это важно, и это психоакустика, и мы с Вадимом как раз-таки сейчас проводим вот эти линии, аналогии, и это очень важно, а вот этого многие вообще не знают и не понимают, то есть у всех как, вот эти искажения должны быть там супернизкие, ну да, они должны быть супернизкие, но если они находятся за пределами восприятия, это без разницы, и вот здесь вступает субъективное, и когда ты, либо еще кто-то дает нам обратную связь, мы переводим это на технический язык, и потом еще сравниваем, почему-то у него так, зря ты думаешь, что мы не прислушаемся, мы очень прислушаемся к нашим специалистам, потому что финальная настройка, она всегда происходит либо через обратную связь, либо на слух, потому что даже в рамках наших характеристик можно повлиять на ваше восприятие, и вам огромное спасибо, все, это только вы конечный потребитель, и мы прислушаемся к вам, единственное, опять же, так как мы компания научная, мы про статистический подход, если у нас 20 человек послушало наши акустические системы, 5 из них рассказали что-то разное, а там 10 сказали только положительно, что-то разное, то, что им не понравилось, допустим, и 10 сказали только положительно, мы это все соединяем, понимаем, что это все разнится, информация не дублируется, не повторяется от разных специалистов, это говорит о том, что, возможно, ну, а, это было в разных условиях и влияло внешнее восприятие, б, это личные предпочтения, потому что мы привыкаем к системе, на которой работаем, с, ну, это элементарно, кофе попил, внутримозговое давление изменилось, и это очень влияет сильно на слух, это доказано. Да, выспался, вообще слышишь иначе, не выспался, вообще слышишь иначе, это прям очень, ну, когда работаешь со звуком, сдаешь много миксов, в короткие промежутки времени прям начинаешь следить за такими моментами, как у тебя обменяется просто баланс миксов от того, насколько ты устал, или того, насколько ты выспался, или того, насколько много ты пил кофе, это прям, это чувствуется, если честно, да, прикольно. Сейчас мы вернемся к измерениям. Да, ты вот справа. Смотри, да, я у тебя спросил, можно ли где-то их скачать, послушать, посмотреть, покрутить или посмотреть на картинку, и можно ли мы сделать измерения здесь какие-то. И вообще, насколько они будут информативные, ну, наверное, будут, не знаю. Ну, время от времени меня прям просят ребята, спрашивают, типа, о, Саня, можешь мне скинуть, типа, там, ревку из своей комнаты? Какой еще у тебя там замер, импульс, степ-респонс, АЧХ, ватерфолл? И вот, я такой думаю, что, да ну, мне не жалко, ради бога, смотрите. Можем ли мы скинуть? Я думаю, можем. Смотри, опять надо разбить на две части. Первый момент по поводу, можно ли посмотреть. А сейчас мы предоставляем технический лист, который идет в комплекте, который как раз пришел с твоими 95-ками. Короче, да, тут есть технический лист, я его показываю на распаковке. Вот если я человек, который слабо разбирается, ну, у меня уже есть какие-то представления, ну, например. Значит, вот здесь обычно там пишут, допустим, уровень коэффициента нелинейных искажений. Какой он должен быть у классной колонки, у неклассной колонки, вообще на что смотреть? Вот если я, допустим, ну, окей, мне не хочется попасть это на аудио, но я, допустим, хотел бы посмотреть и что-то понять. Что можно понять из показателей любой акустической системы, когда мы смотрим на коэффициент нелинейных искажений, и сколько он должен быть, и в каких пределах, на каких частотах вообще? Ты можешь? Или это сейчас полтора часа лекции? Да, да, это больше, чем полтора часа лекции. Это невозможно. Всё зависит от частоты, на которой мы измеряем. Всё зависит от гармоники вторая, третья, четвёртая. Ближайшие гармоники, они маскируются сильнее нашим ухом. Зависит от давления, то есть на одном килогерце и на ста герцах мы на разном давлении по-разному воспринимаем первую, вторую, третью, четвёртую гармонику. Ну, тут это очень сложно. Понял тебя. Тогда два часа я просто сверну этот вопрос. Вот у вас написано от 60 Гц до 20 кГц 0,2%. Это вообще что значит? Это классно, это плохо, это норм? Это очень хороший показатель, но он здесь у нас усреднён. Тут написано средний коэффициент ненейных искажений. Это говорит о том, что у нас где-то даже может быть 0,1%, а где-то может быть 0,3%. И вот таким вот образом оно усреднён. Но всё это всё равно находится за пределами восприятия человеческого слуха. Вот смотри, это указано на громкости 90 ДБСПЛ. Это на одной колонке. Мы ставим 2, у нас сразу становится... Так что, добавляя вторую колонку, становится ещё громче. И, соответственно, на таких громкостях мы просто... Ну, не работаем. Не работаем. Да, вы отодвигаете колонку, допустим, на 2 метра, на 6 дБ падает давление. Но так или иначе, это всё равно очень громко. Мы также пишем коэффициент ненейных искажений в области 24 Гц-60 Гц. Он равен либо единицей, либо меньше 1%. В этом частотном диапазоне без проблем тоже. То тоже можно... Ну, то есть вот этого более чем достаточно. То есть мы не можем распознать. Смотри, значит, я что слыхал? Я слыхал, что меньше... Что наше ухо точно не слышит искажения больше, чем в полпроцента. То есть вот в полпроцента и меньше, если искажения, то они уже неразличимы. Смотря на какой частоте, смотря на какой громкости и смотря какой гармонический ряд. То есть если это будет четвёртая гармоника, которая находится дальше от основного тона, то её слуху гораздо проще распознать, чем вторую гармонику. Там очень сложно. А THD, соответственно, это... Когда мы смотрим на график THD, то он выстраивается от гармонического ряда. То есть не обязательно, что у тебя THD будет выстраиваться от второй гармоники. От самой высокой. Если четвёртая будет выше, то, соответственно, он вырастет четвёртой. Так что тут с искажением не так всё просто. Но если интересно, мы потихонечку будем рассказывать об этом. И вот... А, кстати, недавно Дима Юкич как раз про ЦАПы рассказывал у себя на YouTube-канале. И как раз говорил о искажениях в том числе. И вот он там тему вскоре затрагивал. Потихонечку-потихонечку люди об этом начинают рассказывать. И Витя Фарафонтов просит. Костя, вот почему Саша Звукарь-бомбит и вот Дима Юкич? Один называет такую цифру, другой называет такую. Кто из них прав? Я говорю, Витя, ну я не могу тебе ответить. Нет одного ответа. Нет одной цифры, что там вот 0,5% и всё. Нет, так нельзя. Всё зависит от частоты, от громкости. И чем громче, тем, соответственно, мы хуже их воспринимаем искажения. Опять же, от гармонии сложная тема. Но возможно её изучить. Понял тебя. Хорошо. Вы придумали колонку. Вы её нарисовали, рассчитали, собрали. И вот момент послушали. Образовались ли лично твои впечатления, ожидания того, что вообще у вас получилось? Ну понятно, что там было, насколько я понимаю, было несколько прототипов? Или у вас сразу получилась колонка? Нет, конечно, не сразу. То есть, когда мы познакомились с Вадимом, у Вадима есть определённый багаж знаний. Он более 10 лет создания акустических систем. А я являлся дистрибьютором акустических систем в России, другой компании. И, соответственно, компания EPS. И, соответственно, у меня был свой багаж знаний, у Вадима свой. Когда мы только познакомились, Вадим достаточно уверенно говорил о том, что он всё знает и всё понимает, но не со мной. В смысле не со мной? Он говорил о том, что он всё понимает и всё знает. И все темы, которые мы поднимали с ним, которые я озвучил, он всегда находил на них ответ. Но со мной невозможно всё знать. И я нашёл ту информацию, которая позволила нам выйти на тот уровень, который ты слушал. Потому что это к вопросу об итерациях. Вадим рассчитал корпус, спроектировали, мы его сделали, поставили динамики, всё подключили, настроили кроссовер, пошли в сторону измерений. Ну, то есть, понятно, начали измерять. Столкнулись с одной проблемой и начали её решать. Это касалось фазоинвертора. Это первая итерация была, двухполосная система. Начали её решать. Наши общие идеи. Причём это очень прикольно. Я не инженер, но я очень пытливый. Очень пытливый. Когда я ещё был дистрибьютором IPS, и, соответственно, когда были акустические системы, привозились мной, я тоже их всё время измерял, смотрел, как это выглядит. У меня идея-то давно была создать что-то своё. Но я понимал, что я не инженер, мне не хватает знаний. Но вот сейчас, когда мы начали делать с Вадимом акустические системы, это был просто... Это и есть потрясающий симбиоз. Без Вадима не было бы ничего. Но без меня не было бы тоже ничего. Потому что то, как мы подходим к вопросу, мы абсолютно разные люди, и то, как мы... Да, это было очень видно. То, как мы решали. То есть вы вообще, в принципе, очень... То есть два прямо противорозных человека. Это в этом наш союз, в этом сила нашей компании. Блин, круто. Мы абсолютно разные, но в то же время мы идеально видим конечную точку. Она у нас совпадает. Мы видим дизайн, он нравится нам, один дизайн, разработка логотипов. Это было вот эти полтора года, это что-то нечто. Это вот как... У меня есть дети, и я понимаю, что это вот рождение ребёнка. Мы вот это несли вместе полтора года. Мы на расстоянии, достаточно большом. То есть и всё вот это рождалось, оно всё рождалось на расстоянии. Более... Ну, мы в день по три, по четыре, по пять часов могли висеть на телефоне, пока вот шла вот эта разработка, обмен информацией, идеями, реализацией, измерения онлайн. То есть я... Всё моими руками мы измеряем, Вадим анализирует, даёт рекомендации, какие-то пробуем. Ну и вот к тому, что было несколько итераций, возвращаясь назад, было несколько итераций, и первая, вторая, третья, двухполосных систем было четыре или пять итераций. Мы её сделали, мы её промерили всю полностью. Она нас удовлетворила с технической точки зрения. И процесс отслушивания мы отложили. То есть мы сделали её всё вот для нас. Мы посчитали, что двухполосная система готова, но тестировать мы будем её вместе, не я один. Мы принялись за трёхполосную систему. Точно так же были итерации, точно так же была борьба с компромиссами. Это стандартная ситуация. Но здесь мы приняли решение, потому что Вадим ещё не прилетел. Мы приняли решение, что я трёхполосную систему послушаю. На тот момент у меня стояла система ION 2 с двумя сабвуферами 12-ми. Мы её убираем, ставим наш прототип, я включаю. Ну и понимая, что это вот просто... Как? Как? Такое возможно вообще? Ну понятно, что это трёхполосная система. У неё, соответственно, купольный МИД. Среднечастотник. Он по-другому работает, нежели в ION 2. Плюс стоит другой динамик, он меньше. Там у нас стояли сабвуферы на 12 дюймов, здесь 9,5. Но он из другой линейки, он премиальной линейки SATERI. И, видимо, корпус... Тут уже, наверное, конечно, лучше бы у Вадима спрашивать. Видимо, более правильно рассчитан корпус. Ну, я не поверил, что так могут звучать низкие частоты. Я в своей комнате, я очень хорошо знаю, я очень хорошо знаю свою систему. Я включаю, и такой... Вау! И по... Ну, что вот моё первое впечатление, это пространство. То есть вот это расщепление, ближе, дальше, стерео, вверх-вниз. Вот здесь я... И мы с Вадимом стоялись, и говорю, Вадим, ну, приезжай, надо слушать. Ты всё поймёшь сам. Вадим прилетает, садится. Два часа я его не мог оттащить от системы. То есть он слушал всё. Вот разную разноплановую музыку он слушал, восхищался. И вот на тот момент мы поняли, да, это оно. Да, мы сделали это прям... Ну, это круто. А потом мы начали планировать закрытые прослушивания, потому что, как я и сказал в начале, вы, люди, ради кого это всё делается. И неважно, как нам нравится с Вадимом это, не нравится, неважно, какие у нас цифры. А цифры у нас очень хорошие, если говорить, объективные измерения. Но это всё неважно, если звукорежиссёр, артист, либо музыкант, послушав, скажет, нет, мне не подходит. Если один скажет, мне не подходит, другой скажет, подходит, это классно. А если это скажет, не подходит, это скажет, не подходит, это до чего-то будет, ну, до чего-то докапываться, ну, скажу грубо, докапываться, но он скажет, это не так, это не так, то тут надо думать о чём-то другом, иметь в виду, либо перерабатывать, либо чем-то другим заниматься вообще. но обратная связь от звукорежиссёров и продюсеров, которые мы показывали, я так понимаю, все трёхполосками остались в восхищении. Да. Двухполоски, ну, чуть меньше, но тоже в целом хорошая обратная связь. Да, обратная связь хорошая, очень много кто говорит, что двухполосная система, это примерно тот же звук, только компактней. Я понимаю, почему так говорят, потому что мы используем идентичный твиттер в трёхполосной, двухполосной системе, мы используем премиальный сегмент динамиков SB Acoustics Sattery, и, конечно, у каждой компании наверняка есть своё видение того, как это должно быть, я имею в виду, по производителю динамиков. То есть они всё равно добавляют некую, какой-то свой, как бы не хотелось об этом говорить, но всё равно есть какой-то у них, ну, не характер, а подчерта какая-то, общая, у всей линейки премиальной вот этой Sattery. Ну, и, конечно, любой производитель акустической системы, он тоже вкладывает, насколько бы наша кредо компании это максимальная нейтральность акустической системы, чтобы минимальное количество линейных искажений было, минимальное количество нелинейных искажений и, соответственно, интермоделяционных. И тут, как вот, цели были вот эти. И они достигнуты. То есть у крыштёра слушают, говорят, да, это меньше система, но у неё примерно тот же звук, только чуть компактнее, чем у трёхполосной системы. Но закрытые прослушивания для этого и нужны были. Ребята слушали, давали обратную связь. Если с трёхполосной системой всё, тут всё понятно, нам добавить нечего, то по двухполосной системе обратная связь была. Более того, мы для этого закрытые прослушивания делали. Ребята слушают, мы каждого спрашиваем. Вадим, я задаю вопрос, Вадим записывает. Мы анализируем. Если из десяти человек восемь говорят про один и тот же диапазон и говорят что-то, хотя такого не было. Было даже, ну, интересно, два специалиста про один и тот же диапазон, кардинально разные информация. У одному не хватает этого диапазона, а у другому, наоборот, избыточно. Про один и тот же диапазон. Это говорит о том, что это субъективная вещь, и её брать за основу чего-то, чтобы изменять в акустической системе, наверное, не стоит. Ну, в любом случае, какого-то объективного подхода нельзя достичь. То есть, это просто поле субъективных мнений, которые есть. Потому что, ну, как бы, естественно, когда они мне приехали, естественно, я начал их сравнить с ATC. Ну, а это вообще, ну, я бы сначала хотел спросить про то, что, смотри, они цифровые на классе D с коррекцией, со всеми пирогами, со своими навороченными. Лично я считаю, что сегодня, ну, почти не осталось. Может быть, там есть немножко, но почти не осталось аргументов, почему нужно использовать пассивные кроссоверы в колонке. Я думаю, что цифровые лучше, что они позволяют сделать фазу прямой, они позволяют избежать большого количества проблем и сделать это дешевле и лучше, чем, ну, то есть, конечно, есть решение, типа, вот у ATC, там понятно, что там все очень классно, но она и стоит, там, поскольку, в два раза дороже, чем в вашей колонке. Ну, то есть, это достигается ценой. Вообще, я не противник теперь, в том числе, я благодарю тебе, стал акустический систем активных, именно с цифровой коррекцией, но почему вы сразу пошли по этому пути? Почему не было ли у вас идеи сделать пассивную акустику, отдельно усилитель, именно вот идти по такому, почему вы пошли сразу по пути с диспи, с компьютером внутри, с конвертерами, со всеми... Как я и сказал, что... Даже сложнее. Наш подход сложнее, ты имеешь в виду, с системой... В плане разработки. Ну, с ДСП. Да, ну, то есть, система с ДСП, ну, когда тебя... Конечно, что касается разработки, это гораздо сложнее, я, опять же, подчеркну, что в России это еще сложнее, но, как я и сказал в начале, мы компания с научно-техническим уклодом, и наша основная цель была, это самые передовые технологии, которые сейчас доступны. Для чего это нужно? Очень много сейчас информации о том, что... И вот ты тоже упомянул, что ДСП это дешевле. Саш, это не так, честно тебе скажу, потому что компонентная база хорошая, стоит дорого, реализовать ее правильно стоит дорого, это миллионы рублей, разработать блок усиления, блок питания, ЦАПа, ЦП, ДСП, это миллионы рублей на разработку только. И, соответственно, сказать, что это дешевле, ДСП стоят дешевле, не так. Да, возможно, какие-то компании ставят какие-то доступные ДСП, и за счет этого удешевляют... Не, ну, смотри, вот я не знаю, там будет ли фидно или нет, мне кажется, на твоей, видать, камере стоят ивы. У них есть внутри, это самое, у них есть внутри ДСП, у них стоят не самые лучшие динамики, не самые лучшие твиттеры, там есть ДСП, которая их берет и выравнивает. То есть, они имеют, ну, там огрехи, они не очень ровненькие, но ты через ДСП прогнал выровнял их, и в целом ты можешь за недорого получить достаточно ровно... Это не наш подход. Это плохой подход. Говоришь, что я тебе про, да, я это прекрасно создаю и понимаю. Поэтому я и говорю, что, ну, именно про фильтр, по... Смотри, я не разоблачусь к акустике. Позрою, я расскажу тогда. Я прямо сейчас скажу, прям быстренько. Смотри, для того, чтобы сделать систему линейно-фазной, нужно делать, нужно взять очень хорошие по компонентной базе динамики, чтобы они довольно глубоко играли, ну, то есть, несчастные играли классно вверх, без лишних искажений, твиттеры играли хорошо вниз и сшить их первым по порядкам, чтобы у тебя была линейная фаза. Для этого нужно и обладать, ну, то есть, для этого нужно купить или разработать или сделать очень дорогой динамик, очень дорогой твиттер, поставить недешевый... Это ты про пассивность. Да-да-да. Да, а если у тебя активная система с DSP, то тогда ты можешь подать просто при помощи компьютера линейную фазу, вычесть ее, чтобы она там... Это и все у тебя было. В общем, вопрос, Саша, вопрос непростой, потому что, добиваясь в пассивной схеме линейной фазочетодной характеристики, ты... Что такое первый порядок кроссовера? То есть, у тебя смежная работа обоих динамиков очень большая. Глубоко, да. Это очень плохо. Ну, в амфионах это классно звучит. Да, но у этого есть обратная связь. Ой, обратная связь, обратная сторона, обратная сторона. И я не хочу про нее говорить, но ты сам все прекрасно знаешь. То есть, это и вопрос возможности выхода из строя компонентов, ну, таких моментов очень много. Ну, мы по поводу... Я понимаю, что... Я поэтому и говорю, что, типа, вот такие системы, они сложно делаются, они много стоят, они имеют некоторые компромиссы, поэтому мне кажется, что проще, дешевле и лучше использовать, то есть, я убежден в том, что использовать цифровую, потому что, ну, у тебя вот эти все проблемы, то есть, ты можешь использовать менее требовательные динамики, тебе не нужны эти кроссоверы, ты можешь подать сразу с фазой нужной тебе на динамику, и у тебя потом она сошьется не на... Мы просто про пассивные системы не думали вообще, хотя Вадим их в свое время разрабатывал, объясню почему, потому что они абсолютно всем, на наш взгляд, уступают системам с ДСП, это наш взгляд, наше видение, очень, опять же, вот много сейчас информации о том, что ДСП используют для того, чтобы исправить какие-то проблемы, это опять не наш подход, то есть, мы делаем изначально акустическую, да, мы знаем, что у нас будет стоять система ДСП, мы понимаем все ее возможности, но изначально акустическая система нами разрабатывается с точки зрения электроакустики, мы разрабатываем корпус, разрабатываем его дизайн, закругление, скосы, расчет фазоинвертора, большое количество технологий, внутри, о которых мы позже расскажем, а их много, и в фазоинверторе, и система распорок, и система демпфирующий, демпфирующий материал определенным образом, и количество, мы об этом всем расскажем, но мы сначала создаем акустическую систему, которая правильно и верно рассчитана, и ДСП у нас используется исключительно для того, чтобы получить максимум, который возможен здесь и сейчас, вот для чего мы используем ДСП, а не так, что вот мы что-то там сделали, вот засунули в такой-то корпус, мы знаем, что вот за счет ДСП можно там это, это, это сделать, если бы мы так сделали, не было бы такой обратной связи, которую мы сейчас получили, потому что ДСП, в первую очередь, для инженера, помимо того, что это правильно разработанная, рассчитанная акустическая система, это просто, ну, это инструмент, который ему позволяет достичь максимума, то есть, мы говорили о линейных, нелинейных искажениях, и как раз-таки возможность и наличие, можно подумать, как может повлиять ДСП на количество нелинейных искажений, на линейных, да, это АЧХ, понятно, что мы работаем и сравниваем плюс-минус-частотные характеристики, у нас она почти во всем частотном диапазоне плюс-минус один децибел, то есть, мы стараемся к минимуму свести эти линейные искажения, но и на нелинейные искажения тоже можно повлиять, то есть, это вопрос того, как инженер будет применять эти технологии, из-за этого вопроса о том, делать пассивные системы или не делать, не стоял, то есть, мы из-за того, что у нас монитор широкий, пары, две мониторов, нам пришлось поставить тон-алдио маленько поуже, и поначалу загораживало низкочастотный динамик наш хонитор, и нам пришлось их поставить повыше, для того, чтобы они были выше, чем хонитор, но из-за этого у нас на 15 мм выше находится, как называется, акустическая ось, акустическая ось находится ухо на 15 сантиметров выше, и на расстоянии в 2 метра это 6 градусов. Да, да, около 5,5-6 градусов. не все акустические системы, я так скажу, это переживают здорово, есть у нас одна акустическая система, которая переживает не здорово, но в вашем вообще не меняется абсолютно. Да, это вот правильно выбранная система красивания. Мне кажется, мы тогда с тобой узнали, что мы взяли смесительный микрофон, Вадим нам показал. А, Вадим нам показал, да-да-да. Короче, мы обычный изменивительный микрофон взяли, колонки, начали поднимать все выше-ниже, а чехание не меняется. Поднесли к другой колонке, поднимаешь выше-ниже, выедаются области числа. В зоне кроссирования, да-да-да, фазовые изменения. А у McDonald's нет. Из-за этого у них очень большой... Ну, на самом деле, это прям очень слышно. Если уходишь на диван или вот на кресло падаешь из фитспота, на каких-то колонках меняется немножко звук, а на каких-то просто не узнаешь звук. И, конечно, это... Ну, в целом-то мне, если я работаю один, мне-то какая разница? Вот. Но если вдруг здесь сидит клиент или артист, или у меня мастер-классы, у меня тут сидят какие-то ребята, и им нужно показать. Конечно, хотелось бы показывать, чтобы они тоже слышали примерно то же, что и я. По вопросу возвращаемся к измерениям в твоей комнате. Когда мы ставим акустическую систему и видим заводские характеристики, в комнате они всегда будут другие. Конечно. И ничто так... Я не знаю, по моему опыту, ничто так сильно не влияет на звук, как комната. Комната — это главный влияющий на звук фактор, потому что у комнаты есть всегда физические размеры, у комнаты всегда есть стены, потолок, пол, и всегда есть проблемы. Ну, не проблемы, как это, а особенности конкретной комнаты, с которой нужно мириться, бороться или, не знаю, или дружить. И поэтому... Где... Вот смотри, у тебя запрашивают, Саш, пришли, пожалуйста, допустим, замеры из Vue, там, ETC или Tone Audio. как разделить комнату и замеры Tone Audio. Никак не знаю. Вот. Из-за этого, если, ребят, если вам нужно непосредственно технические характеристики измерения наших студентных мониторов, сейчас вы можете обратиться ко мне в личные сообщения, я вам их пришлю, либо в ближайшее время они появятся в социальных сетях и на нашем сайте. Что касается измерений из комнат наших клиентов, мы начали практиковать такое, мы предоставляем графики амплитудно-чистотной характеристики после настройки с 1 третьей сглаживанием, это то примерно, как мы воспринимаем звук, и после адаптивной рум-коррекции, если это интересно. Ну, честно сказать, любое предоставление графиков из студии звукозаписи, а в любой студии звукозаписи есть вопросы по поводу акустического оформления, сразу приводят к какому-либо холивару. Тот либо начинает говорить, что комната плохая, хотя не факт, что она плохая, это вот цифры ради цифр может быть, что вот здесь вот такая цифра, или там какой-то горбик, а его просто не воспринимается. Либо начинают все там камни лететь в сторону акустической системы. Да вот, посмотрите, какая она плохая, а на самом деле это может быть проблема комнаты. Так что смотри сам, если нужно, можно без проблем продемонстрировать. Более того, как сделано измерение, на что сделано измерение, очень много нюансов. Понимаю, поэтому я хочу сделать измерение вместе с тобой, чтобы ты, по крайней мере, ну то есть я как бы, я когда измеряю акустическую систему, мне самое важное, на что нужно глянуться, это на АЧХ, что с ней происходит, и я смотрю на Hatterfall. Конечно, я могу из интереса глянуть на импульс, могу на спектрограмму, на RT60, могу посмотреть, но в целом самое-то главное для меня, это как меняется АЧХ, и какая частота уходит для не остальных. Это главное, что меня волнует. Да, я знаю, в нашей комнате 32 Гц примерно гудят длинновато, то есть они прям, он довольно мощно падает, но у него есть на минус 40 он гудит довольно длинно, больше секунды. И пока что мы с этим ничего не делаем, потому что музыка, в которой есть 32 Гц, которые являются как бы основополагающими такой музыки, маловато, мы тут в основном другую сводим музыку. И в целом нам это не мешает, ну, в планах есть, но это же всегда такой процесс, то есть когда, если ты студию строишь не сразу всю, а потихонечку доводя ее, то, конечно, мы такие типы, ну вот, наверное, мы там делаем ловушечки мембранные, может быть, мы сделаем гельмгольца, может быть, поставим, может быть, подумаем, но пока работает, и ладно, пока у нас работа, ну, просто многовато работы, и не успеваешь, все, мы уже здесь полтора года делаем ремонт, потому что просто некогда, некогда выкроить три дня, чтобы доптянуть, вот, поэтому, я не знаю, я с большим удовольствием все это дело выкладываю, потому что, когда ко мне приходят люди и говорят, типа, ой, посмотрите, а у него там вообще-то это, я всегда задаю один вопрос, скинь свои, и после этого обычно всегда, ну, знаешь, просто, ну, там вот у меня, это, как бы, я вот, ну, извини, но сейчас, ты думаешь, ну, как бы, не, окей, я воспринимаю нормальную критику, все окей, да, у меня идеальная комната, да, учитывая, что она и большая, и тут много поглощений, ловушек много, в ней в любом случае есть проблемки, в ней есть вопрос, она не идеальная, безусловно, в ней прям есть чем еще заниматься, но, когда ты просишь, типа, скинь свои, обычно говорят, да я там на слух все, мне на слух все ясно, мне там все отлично, и ты такой думаешь, ну, дружище. Ну, Саш, видишь, если позволишь, мы, безусловно, сегодня будем их настраивать, ну, тут вопросов никаких нету, но просто, когда ты, высылаешь файл RoomEquizord из своей комнаты, то это больше про твою комнату, нежели про акустическую систему, и вот тут вот, а в любой комнате можно докопаться до чего-то, и какой смысл, то есть, да, безусловно, можно отдельно вывести график Waterfall, безусловно. Смотри, тут знаешь, в чем может быть смысл, вот смотри, значит, какой бы был бы смысл для меня, если бы я такую штуку скачал, вот я сейчас думаю, вот, к примеру, я себе решил купить такие колонки, вот я думаю, блин, вот прям потрачусь, куплю себе классные колонки, потом думаю, окей, я же не буду их ставить в комнату 7 квадратных метров, мне нужно сходить в какое-то помещение и пытаться их поместить в помещение, в котором они будут звучать максимально оптимально, на сколько мне хватит возможностей, сил, кошелька и так далее. И вот я, значит, гляну, что типа ребята взяли помещение 50 квадратных метров, везли сюда КамАЗ-Инваты, КамАЗ-Дров, из этого всего сделали вот это все, и вот у них, даже учитывая вот это все эти усилия, вот у них тут, значит, 32 гудит, это видно, там у них там, ну там у нас, в принципе, там ниже 6 герц, есть там... Ну 32 гудит, потому что Тон Аудио играет их. Хорош! Не, на самом деле, я, короче, не знаю, насколько это правдивая информация, просто 32 герца это 10,5 метров, и у нас вот этой же стены не существует, она же хипсик, Это первая модокомната. И это вот от несущей стены до несущей стены 10,5 метров. А вторая на 60, и вот мы на 60 видели. Да, на 63, и что такое там? Ну мы видели, то есть все очень просто, все считается. Все очень логично. И даже учитывая, что у нас тут вот эти огромные ловушищи, не поиск этого слова, это все равно, они... Ну это 32 герца, безусловно. Ну видишь, опять же, вопрос адаптивной рум-коррекции. 32 герца достаточно сложно будет победить именно внешними ловушками, то есть это все-таки надо строить комнату в комнате, студию, с полуметровыми стенами, вот, и с дополнительными мембранными ловушками, которые в стены встраиваются. Это вот то, что мы недавно рассчитывали. И тут вопрос-то в том, что вот как раз за счет адаптивной рум-коррекции именно вот эти там 32 герца, о которых ты говоришь, если они очень сильно мешают, и это слышно на слух, то можно их чуть-чуть прибрать. И, соответственно, ввиду того, что ты их чуть приберешь, тебе и время ревабирации чуть-чуть снизится. Вот. Но это будут не такие честные 32 герца, которые было бы хорошо бы иметь прямо в комнате в комнате. Здесь стоит либо перепроверить, либо как-то и сказал, что не вся музыка, с которой ты работаешь, она требовательна к такому частотному гипозону. Ну, нет, мы сделаем замеры, если хочешь, сохрани, но из личного опыта, честно скажу, проще вывести waterfall, график правильно, как нужно, как его интерпретировать, сохранить в JPEG и отдать. Либо сделать амплитудно-частотную характеристику, вывести ее так, как мы воспринимаем, допустим, при одной трети, сохранить и отдать, чтобы не было такого. А вот, смотрите у него это, вот, смотрите. Ну, в принципе, если тебе хочется, то можно показать. Но мы такого не делаем. Зачем? Тем более, мы спрашиваем разрешение в первую очередь, можно ли выложить амплитудно-частотную характеристику заказчика, который разместил нашу акустическую систему у себя. Мы сделали настройку, а потом сделали амплитудно-частотную характеристику. Я ее устраняю до одной трети, пишу, что это адаптивная рум-коррекция, безусловно, что это с коррекцией, мы делали определенную настройку. И потом спрашиваю, могу ли я выложить? Мне дают согласие, и только после этого я выкладываю амплитудно-частотную характеристику. По искажениям вопрос вообще очень сложный. По искажениям, ну, давай сейчас это скажу сразу. Смотрите, значит, у нас колонки ATC. У них по паспорту, если я сейчас ничего не путаю, тоже, по-моему, около 0,5%, или меньше, чем 0,5%. Там равно, либо меньше 0,5%. Да, искажений. И когда мы сюда въехали, в эту комнату, мы, ну, может, вы знаете эту историю, прежде чем ее снять, мы сюда приехали, перезли колонки, дали дури, и пошли по всем соседям гулять, спрашивать, слышно ли, мешаем ли мы. Чтобы здесь не делать звукоизоляцию. Казалось, что мы здесь никому не мешаем, и остановилось. Но мы, естественно, здесь делали измерения. У нас измерения на 200, что-то там, в 80 Гц, 47% искажений они показали в пустой комнате. Пустая комната нам дала на 200, то есть, примерно везде плюс-минус 15% искажений, на 200, там, что-то, 280, что ли, не помню, наверняка ли там, 320, что-то такое, где-то там, нам дало 48% искажений. Но он же высчитывает искажения за счет амплитудно-частотной характеристики. Это же не... Это неправда. Это же не значит, что они... Нет, конечно. То есть, поэтому опираться наверняка из замеры рум-коррекции смотреть на искажения напрямую нельзя. И ты имеешь в виду из замеров рум-квизор? Да. Да, да, да. Ты все правильно говоришь. Нет, нет, ни в коем случае. Доброй вам ночи, друзья, уже с монтажа. Я думаю, что было бы грешно не показать вам замеры моей комнаты из комнаты и объяснить вообще какие замеры, что значат. Давайте мы сейчас быстренько погрузимся в программку в рум-квизор, посмотрим на замеры, что здесь они значат и так далее. Все довольно просто. У нас есть замер Inspire 95L, Inspire 95R, то есть, левая колонка, правая колонка. Нужно сказать, что мы слушаем, мы производим измерения в точке прослушивания. То есть, мы слушаем на расстоянии там двух с лишним метров, два, по-моему, и два метра до точки прослушивания. Поэтому, конечно, вместе с сигналом самой колонки мы слышим большой отклик комнаты. Мы сейчас это с вами увидим. И без коррекции, собственно говоря, у нас одна колоночка выглядит вот таким вот образом. Она была еще виднее. Давайте мы поставим заглаживание 1,12, чтобы прям вообще была красота уверенная. Да, вот такие у нас есть провалы красивые. В общем, все просто потрясающе выглядит, чтобы убедиться, что здесь все потрясающе действительно и выглядит. Значит, смотрите, у нас есть тут вот 84 дБ, тут у нас 72 дБ, 12 дБ перепад. Короче говоря, я думаю, вы прекрасно понимаете, что просто фантастически криво вмешивается комната в работу колонок, и колонка из прямой превращается вот в это. Правая колонка не встает. Мы тоже здесь можем поставить заглаживание 1,12, чтобы увидеть всю красоту. Да, супер. Вот, значит, теперь мы сделали некоторую коррекцию. Маленько шаманили. Правая была такая, стала вот такая. Понятно, что у нас сейчас заглаживание опять стоит. Давайте мы сделаем заглаживание 1,12. Увидим, что вот эти вот, как бы сказать, резкие провалы остались, и они будут оставаться, они будут происходить. Вот штуковина наверху вообще неизбежна, если у вас есть рабочий стол и гонитор, в котором вы смотрите. Изображение с вашего компьютера, как сложно говорить, извините, во время ночи. Вот, они будут в любом случае, но если мы, значит, перестанем смотреть на циферки лишь одни, начнем смотреть как бы в суть вещей, то мы, значит, поймем, что можно перейти во вкладочку граф и посмотреть психоакустик. Это то, как на самом деле наше ухо слышит равноту любой акустической системы. Значит, получается так, что бам, у нас получается вот так вот. В целом, довольно-таки психоакустично, довольно ровно. Сейчас одна клеточка это один децибел. То есть, разлез здесь очень небольшой. Было. Стало. Было. Стало. Думаю, что разница видна неврожным взглядом. Дальше у нас есть замер L плюс R. То есть, мы послушали, значит, и правую, и левую колонку одновременно. В той точке прослушивания, сейчас у нас стоит взглаживание 1,12. Давайте мы здесь тоже поставим психоакустик. Например, вот так у нас стало. Понятно, что он громче. То есть, был. Стал. И в целом монитор звучит довольно ровно. Мы не стали убирать этот вот провал на 450 Гц. Я думаю, для сравнения будет интересно взглянуть на замеры колоночек ATC, которые работают вместе с авуфером G-Lag. Вот так вот это дело все выглядит. О, да. Давайте мы здесь тоже поставим психоакустик. Тонны ATC-шки вместе с самым. Конечно, мы их выравниваем и вот эти два рубля убираем активно. При работе на ATC у нас есть естественно рум-коррекция, это без нее. Теперь звоним на самое интересное, что интересует ребят с инженером образования. Значит, мы берем, допустим, давайте возьмем правый, мне нравится почему-то больше. Давайте посмотрим на distortion. Это то есть количество искажений, которое дает наша колоночка. В комнате здесь уже стоят процентики. Все достаточно просто. Нужно сказать, что считается общепризнанно, что если колонка имеет искажения ниже 0.5, то ухом мы как бы не слышим. На самом деле, конечно, это не так, и Костя уже выяснял сегодня, почему это так и не так, но глобально мы можем посмотреть на это все дело так, что в принципе в основном все искажения ниже полупроцента для уха практически не слышны. И мы видим, что большинство искажений находится ниже, чем 0.5. Вот у нас есть линия в 0.5, вот она у нас, и мы видим, что у нас есть всего лишь один тачок, который ее превышает на 87 Гц. И я могу уверенно вам сказать, что, к сожалению, это, ребята, комната. То есть это не сама по себе колонка так себя ведет, а комната. Потому что, скажу еще раз, измерение проводилось на расстоянии там 2 с лишним метра от колонки. И в точке прослушивания было 80, 2, 80 ровно ЦБЛ-СПЛ. У нас, естественно, здесь все было выровнено, все было сделано четко. Нужно сказать еще, наверное, что мы измеряли это все при помощи микрофона AirSworks, который привез с собой Костя Рефьев, и он калиброванный, классный, и, в общем-то, на него все измерялось. Чем ниже частота, тем сложнее сохранять низкий THD. Мы видим, что колонка максимально не искажающая. На самом деле, это одна из самых чистых акустических систем, которые я слышал вообще в жизни, что впечатляет. Правда, когда ты слышишь настолько чистую колонку, ты думаешь, о, ни хрена себе, это, конечно, интересно. А можем посмотреть в сумме правая и левая колонка, какие-то показания. Здесь, вот видите, по измерениям немножко даже ниже, получается. Ну да, даже получается, что немножко ниже все. То есть вообще здесь у нас в районе 0,3, а здесь вообще какие-то совершенно смешные проценты искажений. Давайте мы еще глянем на импульс. Если для вас это что-то значит, выглядит импульс вот так вот. Вот этой колонки, вот этой колонки, давайте мы даже выглядим вот таким образом у нас импульс. Кстати говоря, можем ли он спектрограмму на 32 Гц, о которых я рассказывал, которые длятся тихонечко, но длинно. Вот мы здесь можем их увидеть, вот 33, 32, 8 Гц. Это как раз таки вот то, что торчит и длится в нашей комнате. К сожалению, это видно и на ITC. Давайте мы сейчас посмотрим, какая разница. Вот это будет видно. Ну, чуть меньше этого видно. Надеюсь, что я смог немножко внести смуты в ваши умы. Вас окончательно запутало, и вы вообще ничего не поняли. Смотрим дальше. Мы измерения искажений делаем в специальном ангаре, у которого ближайшие стены метров в 30. То есть это огромнейший ангар. А полгарю? Он же... Ну, полуглезь, конечно. Мы используем методики такие, которые используются в Dachin-Dach, которые используют... Я не знаю, что ты говоришь. Блин, я не знаю, а это будет слишком, мне кажется, душно, если мы поговорим про эти методики измерения. Ну, в общем, если... Давай сейчас я скажу пробуем максимально. Вы даете импульс и берете окно, пока не полетело отражение. Да, все верно. И тогда можно не использовать эти безэховые камеры? Ну, вариантов сейчас измерений несколько. То есть можно использовать, как раньше использовали, безэховую камеру, и она нужна, и, конечно же... Но ведь же истинно безэховых камер не бывает. Да, все верно. Все, что мы говорим про безэховые камеры, мы говорим, типа она безэховая, там до 78 герц. Приятно беседовать с таким человеком, который понимает на одном языке разговариваем. Такая же, как обычная. Да, да. То есть даже если там вот эти вот огромные треугольники двухметровые, это все неважно, потому что, вот как мы сказали, 32 герца, 10,5, ребята, метров. Если безэховая камера будет 10 на 10 метров, то у тебя вот как раз на этих частотах, на первой моде, у тебя будут как раз-таки неправильно показываться самопределительная характеристика. Все верно. Из-за этого, из-за этого можно использовать другие методики, и эти методики использовал и Борифуд, и Джиннелек. Давай к тому, что они рабочие, нормальные, все ими пользуются, потому что они проще, дешевле, и, в принципе, они дают достаточную информацию, ничего там нет. Да, ну я могу рассказать. Вот, допустим, Джиннелек использовали дерево, достаточно высокое, вышедшее, и мерили это все дело на улице. Джи Би Эль делали измерения на крыше, на своем здании у них прямая такая была крыша, а Борифуд Саунд делали измерения на специальное, я ее гравица поназываю, то есть он подвешивал ее, вытягивал, выставлял ее в небо, от пола у него было метров пять, выставил в небо, и микрофон стоял вот так, и тоже делал измерения, и тот же делал отсечение, делал окно. Но надо понимать, дач-ин-дач делают измерения из полупространства, ну, то есть методики есть, единственное, ими надо тоже уметь пользоваться, то есть недавно, вот мы разговаривали в чате, по поводу вот этого окна, не все понимают, что когда ты выставляешь окно, то у тебя падает не только как граничная частота, до которой видны эти измерения, но и разрешение, то есть когда ты ставишь, допустим, четыре миллисекунды окно, чтобы отсечь любые отражения, немного понудим, то у тебя каждые 250 Гц точка отсчёта, а то, что между ними это математика, которую дорисовывает компьютер, то есть разрешение очень сильно падает, и четыре миллисекунды каждые 250 Гц получаешь эту точку, и между ними дорисовано что-то, насколько там это верно. Каждая методика требует определённого подхода, и мы таким подходом обладаем, у Dinaudio, допустим, есть огромная камера, она не безэховая, там прямо огромнейший ангар, и они используют его, да, они выставляют нужное временное окно, убирают всё и настраивают. Это методика рабочая, да, всё верно. Но в студии звукозаписи невозможно. Даже ты, когда в большой студии звукозаписи делаешь окно условно в эти 4-5 миллисекунд, а как правило, когда ты высоко от пола не отводишь, оно так и получается, то очень сильно падает разрешение. И это не про настройку студийных мониторов заводских, так делать не надо, а просто в студии посмотреть, прикинуть, да, возможно. Нормально, мы так с тобой подушнили. Да. Надеюсь, вы там, ребята, не скислили. Не спите. Потому что у нас ещё впереди много вопросов. Пока вот мы с тобой обсуждали, что типа у меня есть возможность повыбирать, будет ли возможность на Тун Аудио потом там в качестве прошивки, может быть, от дизельной кнопки, чтобы я мог типа сокрутить несколько профилей и вот как есть у Бэрфутов вот эта вот их система. Потому что было бы офигенно, если можно отключить низкочастотник, у тебя отключается, например, у тебя остаётся средник и высокочастотник, и вот ты сидишь на другой настройке. У тебя очень другая система. Ты ничего не двигал, нажал одну кнопку или там повернул один рычажок, на тебя поменялось. Или там, допустим, чтобы там было зашито несколько кривых, очень ровная, там верхом-низом, обрезанная, что-нибудь ещё и так далее, чтобы ты мог, если что, вдруг повыбирать. Вот такую штуку вы думали делать? Скажи, пожалуйста, ты говоришь о том, чтобы это было комфортно, удобно, можно ли сейчас это реализовать? Например, сейчас можно. Да, это сейчас можно реализовать, просто это не будет таким образом, как ты говоришь, что взял и переключил. То есть это надо будет подключиться, и да, система пресетов, она есть, и можно это использовать. А в будущем... Была ли идея, типа, ну, сделать что-то свисток? Ну, я просто... Вопрос классный, но давай его развернём тогда. Скажи, пожалуйста, что именно ты хочешь? Просто отключить низкочастотный динамик, или ты что-то хочешь симулировать? Вопрос хороший. Ну, смотри, я просто имел с такой системой один раз вот дело. Это было с barefoot'ами, вот эта вот у них система, как на сцене, Meme, она называется. Было очень прикольно. Это просто прямо было в рабочем моменте. Мы сидели у Кости и подбирали компрессор на мастер, и мы подбирали компрессор на мастер, настроили, настроили, и мы переключаемся, ну, в смысле, мы включаем его, и становятся по-другому, но ни лучше, ни хуже, и ты не понимаешь. Я сейчас повесил как компрессор на мастер. Стало ли лучше или хуже? То, что стало иначе, это да. А вот это помогает музыке быть более музыкальной или нет? И мы переключились в режим кубов, то есть там включаются низкочастотники, а он начинает быть это, и там стало очевидно. А, да, он меняет в лучшую сторону. Клёво оставляем. И вот чтобы такая была вот возможность, если что, вдруг отключить или изменить настройки. Там ещё есть настройка, типа, называется она Hi-Fi, он раздувает вверх и низ, и всё становится более таким, более красивым и масштабным, чтобы у тебя была ещё такая возможность, если что, вдруг взять и послушать. Потому что её, иногда, не хватает. Вот чтобы... Ну, то есть, я не знаю, может быть, кнопка, свитчер, там, что угодно ещё. То есть, возможно ли такое реализовать? Хотите ли вы? А если не хотите, то, пожалуйста, реализуйте. Это будет реализовано в будущем. Мы уже обсуждали это. Но, опять же, нужно поделить на то, о чём мы говорили. То есть, если мы говорим о добавлении низа и добавлении верха как дополнительный пресет, да, это сработает, что на аудио. Это реально сработает. Но если говорить о эмуляции Cube, то это не сработает. И мы обсуждали это с Вадимом, и мы пытались, думали, как это можно реализовать, и понимаем, что это не сработает по причине того, что BoryFood имеет определённую ширину и размер передней панели, он достаточно узкий. Узкий. Это первое. Второе. У BoryFood используется 5-дюймовый или 4-х, или 5-дюймовый средник. Средник. А у вас купольный. Абсолютно верно. Да, и у вас низ не сыграет никак. Ну, там, типа, 150 Гц он не сможет сыграть. Вообще он по-другому работает. То есть как работает... Мы анализировали, это классный вопрос, и это интересно давать дополнительные функции пользователю. Это реально классно. Но у BoryFood они отключают все динамики, оставляют только одну пятёрку, она в закрытом ящике, и это похоже на... Они делают симуляцию амплитудно-частотной характеристики кубиков, и это похоже. Да, в ATC ты так не сделаешь. То есть если бы в ATC стояли DSP, или вот мы берём Tone Audio, там стоит система DSP, мы отключаем низкий счётный динамик, это возможно, это можно реализовать. Мы можем отключить Twitter, так же, как и в BoryFood, это тоже возможно. И если бы ATC это стояло, тоже можно было. Но у тебя остаётся купольный мид, и он не может так играть, как играет система BoryFood. То есть это... А в ротончике не может. Да, он не сможет симулировать это. Понял. Прикольно. Да, я понял. Но я просто к чему ещё спрашиваю, такое ещё иногда бывает, когда нужно очень точно... Бывает такой запрос, нужно очень натурально, очень точно потюнить вокалы, и очень помогает, когда ты берёшь просто на мастере, вешаешь эквалайзер, отрезаешь вверх, вешаешь низ, оставляешь серединку, чтобы был очень телефонный. И в таком варианте очень классно эквализировать вокалы, тюнить вокалы, потому что слышно, каждый прям вот там по 5 центов двигаешь и понимаешь, падает он или не падает. А чем у тебя больше звука, и чем он громче, тем сложнее падать его. Это на ATC ты так делаешь? Да-да-да. Я потом у тебя подробно расспрошу, мне интересно вот то, что ты сейчас сказал. То есть ты всё-таки используешь на мониторинг-шине, есть специальный, я знаю, есть специальный даже софт, который эмулирует там различный звук. Я вот этим не занимаюсь, я просто вешаю обычный эквалайзер, отрезаю вверх, отрезаю вниз. Это всегда какие-то определённые настройки? Или ты на слух просто разрежешь? Или у тебя есть приму? Ну, я примерно прикидываю, то есть где я буду резать. Я вот сейчас по что-то не схожу, мне нужно на него взглянуть, взглянуть и сделать. Раз, два, раз. Я могу посмотреть, какие-то там, наверное, типа низ отрезается, типа там, ну, где-то на 300, вверх отрезается, наверное, где-то трёшки, пятёрки, может, что-то такое. Ну, это очень интересно, и я у тебя поспрашиваю. Я понял. Да, мы планируем. Это возможность заранее настроенных пресетов. У нас, более того, есть возможность с помощью большого количества полос эквализации сделать амплитудно-чистотную характеристику, похожую на какой-то из динамиков. Или сделать заведомо нужные обрезные фильтры и переключением пресета, соответственно, перейти в этот режим. Да, это будет. Прикольно. Это можно сейчас реализовать, но не так удобно перепреключение. То, как мы реализуем это в будущем, соответственно, это будет просто гораздо удобнее. Это не будет переключателя, как у, допустим, Бори Фуд, но мы планируем это делать либо на компьютере, либо с планшета телефона. А, угу. Блин, ну вот если был бы какой-то свитчер, было бы, конечно, по-разному. А у вас нету Hi-Fi в них или что-нибудь такого? Или с ним можно связаться лишь по шнуру? Смотри, что касается Wi-Fi, это достаточно непростая тема. Если ты обратишь внимание, что у компаний, таких как, допустим, Geneleic, PMC, Neumann, у них нет такой реализации. Мы в этом направлении сейчас идем, но есть подозрение, что это будет влиять на... Ну да, на усилитель, на звук. Да, и если... Пока что на данный момент ответа у нас нету. Если это будет влиять на звук, то мы, соответственно, от этого откажемся. Но подключение через... Проводное подключение, оно без проблем... Ну как проводное, ты можешь подключить его к роутеру, вот, и, соответственно, только будет реализовано подключение к роутеру, и, соответственно, через мобильное устройство, через компьютер ты можешь без проблем управлять. Выбирать 50? Да. Здесь вот у нас лежит микрофончик измерительный. Я просто об этом не знал, ты мне просто взял и говорит, а, кстати, к ним идет измерительный микрофон. У вас есть ваш, измерительный микрофон, в котором написано Tone Audio, Electroacoustics. Выглядит он довольно прилично, он в какой-то вот, я не знаю, что это, или мере каком-то, ну, короче, не знаю, он выглядит клево, здорово и взросло. Что это за микрофон, и почему вы мне его в подарок колонкам положили? Так у меня, по-моему, есть вопрос. Разделяем на две части. У нас сейчас запустилась акция до конца этого года при покупке студийных мониторов серии Inspire мы дарим такой измерительный микрофон, которым можно без проблем измерить амплитудно-частотную характеристику, посмотреть искажения. Этот микрофон обладает хорошим файлом коррекции, который создан по принципу файла коррекции как референс был использован микрофон AirForks, который мы используем при создании акустических систем. Но производством этих микрофонов, конечно, занимаемся не мы. Этот микрофон сделан компанией Wikisound. Мы сотрудничаем... Такие знаем. Да, мы сотрудничаем с Сергеем, он для нас специально сделал партию. Мы договорились с ним о нейминге, то есть это все согласовано. Сергей, спасибо, тебе огромное. Он делает хорошие микрофоны, и это... Такие микрофоны можно купить, и они достаточно доступны, и если сравнивать с конкурентами, то самый главный параметр амплитудно-частотной характеристикой для таких микрофонов основное это правильно померить амплитудно-частотную характеристику в студии и посмотреть график Waterfall, допустим. Я тебе об этом не сказал. Все равно мне не особо интересно глобально в студии. Этот микрофон с этим справляется, потому что Сергей индивидуально калибрует, и я сравнивал со своим Air Force, разница просто там 0.2-0.3 децибела, и это очень мало. Да, до конца года каждому покупателю мы дарим такой микрофон. Более того, таких микрофонов у нас еще дополнительно есть три штуки. они предназначены для тех заказчиков, кто покупает систему Linear, либо кому нужен микрофон, кто покупал у нас ранее микрофоны, кто покупал у нас ранее наши кустические системы, кому не поставлялся он в комплекте. Мы без проблем можем предоставить его бесплатно. Единственное условие, что его нужно будет после измерения вернуть. Да, таких микрофонов три, и вот к линейке Linear мы без проблем можем их давать на дополнительное измерение. То есть, если я покупаю 95-ку, он идет мне в подарок. 75-ку тоже. Если покупаю 75-ку в подарок, если покупаю 67-ю, о которой мы сейчас обмолтаем, то вы мне присылаете, ну, то есть, я настраиваю, ставлю, отсылаю вам обратно. Да, все верно, да. Единственное, надо посмотреть, ну, то есть, если микрофон будет занят, то мы сможем чуть попозже его выслать. Если микрофон будет где-то, то, возможно, нужно будет его просто оттуда взять и туда же, да, назад отправить. То есть, эти три микрофона будут в распоряжении заказчика, но логистика ложится на непосредственно... Это что касается Linear, линейки Linear. Ну, понятно. Прикольно, слушай. Здорово. Это очень приятная штука. Ну, измельченный микрофон никогда не бывает лишним. Да, да. Это позволит и акустическое оформление сделать тоже более правильно. И твой подход, он как раз с этим связан. Да, да, да. Ну, то есть, если вам интересно, значит, как студия строилась? Я прикинул, сколько мне нужно, примерно, ловушек. Мы их делали, померили, поняли, что катастрофически мало. Добавили, измерили, добавили, измерили, добавили. В какой-то момент, типа, ну, вот сейчас вроде бы более-менее стало. Ну, то есть, вот такой путь. Есть другой путь, чтобы ты взял, заказал проект, тебе сделал какое-то акустическое вирус, все рассчитало, потом ты нашел какой-то отрядчик, кто это все построит. Но есть две больших проблемы, например, в нашей стране, что это космически дорого, космически долго, три. И космически нестабильно, потому что бывают разные... Разные ситуации. Разные ситуации. Как-нибудь, ребята, мы вам потом расскажем. Вот такой вот разговор получился. Пишите, что думаете. Подписывайтесь на ресурсы, то на аудио, на мои ресурсы, а по экрану будут волшебные густи. Подписчики, ребята, спасибо вам огромное, что поддерживаете меня денежкой, донатиком. Это очень приятно, это очень хорошо. Стараюсь что-то там снимать, выпускать. Получается, конечно, нечасто, потому что работы, как обычно, очень много. А еще не забывайте, что у меня есть мой телеграм-канал, на который нужно подписаться. Еще у меня есть группа ВКонтакте, на который нужно подписаться. А если вдруг вам нужно сведение, мастеринг, запись, что угодно еще, вы можете обратиться ко мне, я работаю и в Самаре, и могу приехать к вам в Москву и подписать вас на любой студии Москвы. Контакты, так сказать, с некоторыми студиями налажены, там можно поработать. Чего еще я не сказал. В принципе, тон-аудио, ништяк. Да нет, слушайте, за два года разработать такую акустическую систему и все правильно сделать. Пока, ребята, все сделают клево. Им бы набрать сток, чтобы можно было прям вот купить сегодня-сейчас. И все, пожалуй. Что там им осталось? Колонки классные, звучат здорово, очень впечатляют. Цена крайне конкурентоспособная, учитывая то, как сложно нынче купить и обслуживать всякие дженилеки, дачдачи, которые вдвое еще дороже. Ну, кстати, дженилеки классные, тут тоже. И дачдачи очень нравится. Тоже очень классная все эта контроль. Я не говорю, что на аудио 10 из 10 самые лучшие. Просто они самые доступные, а уровень такой же. Такие дела, на мой вкус. Ладно, мне кажется, я слишком много наболтал. Ребята, давайте там пишите в комментариях, чем больше знаете, тем лучше. А мы с вами еще увидимся. Адью. Субтитры сделал DimaTorzok